Так, всем здравствуйте! Меня зовут Цысько Вадим. Сергей Михалёв вам прочитал первую половину курса про реляционные базы данных. Всем понравилось? Круто! Вот, вторая половина курса будет про нереаляционные базы данных, так называемый NoSQL. Так, кто-нибудь знаком с этим термином, новый SQL базы данных. Что-нибудь использовали? Монго, Кассандра. Монго, да? Ага. Что-нибудь еще? HBase, Rai, Couchbase, CouchDB, Voldemort еще. Нет? Окей, так, ну Монго, хорошо. Там их огромное количество, мы некоторые из них рассмотрим. Сегодня у нас лекция вводная, чтобы понять вообще, что это такое, зачем это придумали, какие сторожи бывают. И ближе к концу мы рассмотрим самый простой NoSQL storage, KeyValue storage, в котором можно вот по ключу значение положить, а потом прочитать. Ну, дальше в следующих лекциях будет больше всякого веселого. Значит, пару слов сначала обо мне. Я учился сам в политехе, на ФТК, под руководством Владимира Михайловича Цексона, и там страничка даже есть на сайте кафедры. Ну, и работал там потом. Мы писали софт для атомных подводных лодок, занимались статическим анализом коды для Microsoft Research и Panasonic. В общем, было весело и интересно. Ну, его, та компания называется Digitech Labs. Потом я работал в Яндексе, в Яндекс.Вертикалях. Там мы писали всякие распределенные сервисы. Может быть, кто-нибудь пользовался Автору, или Яндекс.Работа, Яндекс.Недвижимость, отзывы. Вот это вот все наше. Ну, и пока я работал в Яндексе, я преподавал Computer Science Center, и, может быть, кто-то слышал про него. В общем, можно найти, прикольно, можно найти видосики курса базы данных 2013 года. И после Яндекса больше двух лет я работаю в команде платформы одноклассников и занимаюсь высоконагруженными системами. Сначала, ну, немного про себя рассказал. Хочу примерно узнать про вас немного. Какие реляционные СУБД вы использовали? Давайте так, вот там, Postgres. Так. Что? Oracle? MySQL. Так. Что-нибудь еще? Interbase, Firebird. SQLite. SQLite. Да, отлично. Так, еще что-нибудь есть? Нет? Еще есть D2. Что? D2 есть такая. D2? Да. А кто ее разрабатывает? А, ну, неплохо, да. RealM. Как? RealM. RealM. А кто ее разрабатывает? В общем, подсвитив мобильный разрабатывает. А, интересно. Слушайте, даже не слышал про такую. Интересно. Окей, так, примерно понял. Вот вы работали, ну, половина из вас практически, с реляционными базовыми данных. А можете назвать какие-то сложности, вот, или что ботхертило в разработке или работе с ними? Или вообще все было зашибись, там, мы там… Декларативный язык. Вот смачивать объекты на пабличке. Объекты? Ну, то есть преобразование, реляционный маппинг, типа, да? Так, а вы что говорили? Ну, это же декларативный язык. Сложно? Ну… Ну, да, там все чекается, все строго, да. Окей. Так, ну, хорошо, я думаю, тем интереснее дальше будет. А какие-то можете назвать ограничения реляционных с УБД, ну, с которыми вы работали? Или на которые наталкивались? Нет? Окей. Ну, ладно, поговорим про это. Что? Нет. Нет, вы не стесняйтесь, давайте мы… У нас тут не доклад на конференции какой-то, у нас семинар. Поэтому вы не стесняйтесь, что непонятно, сразу руку поднимайте и участвуйте, пожалуйста. Так мы большего достигнем просто и лучше поймем тему. Так. Ну, с NoSQL разобрались, пока я Монгу услышал только. А что… Ну, и про NoSQL, я так понимаю, особо никто вообще ничего не знает. Так? Окей, тогда вопрос последний снимаем. Значит, в каком формате наши лекции будут проходить? Ну, время вы знаете, когда мы собираемся. Всего у нас будет шесть лекций, включая эту. Плюс, я думаю, один или два семинара, потому что домашнее задание вызовет проблемы определенные. Участие людей. Большие, скорее всего. Ну, на самом деле, оно простое. На практике не все так просто. Вот. И каждый из вас будет делать свой проект. Значит, проект у всех одинаковый, но каждый делает его независимо. Ну, а поскольку у нас все открыто, то… Ну, таких попыток почти не было копировать код друг у друга, но не стоит. Это все будет очевидно. Ну, и на самом деле гораздо интереснее самому попробовать сделать этот проект. Ну, про проект мы поговорим в самом конце. И даже дема сегодня будет небольшой, первого этапа. Материалы дополнительные к курсу у нас приведены на страничке курса. Все, почти все, про что я буду рассказывать, можно найти в материалах всяких крутых конференций. Там, где я не забыл, я буду упоминать, откуда это взято или где еще лучше про это рассказывать. Ну, ссылки будут по ходу слайдов, ссылок будет очень много. Есть всякие классные ресурсы, вот типа такого проекта «Papers we love». Там вот по любой теме, в которой вы интересуетесь, будь то мобильная разработка, распределенная система, даже дизайн, есть вот подборка суперкрутых источников статей, которые стоит почитать, просто это must have. Там, ну, как бы вы открываете, там гигантская страница такая с суперразбивкой и структурой. Ну вот, рекомендую. И есть, мы, у нас вообще в целом весь этот, вся эта программа доугодична, она про разработку высоконагруженных приложений систем, поэтому вот можно подписаться на такой блог. Это даже не блог, это какой-то хаб такой разных статей. Если вот любите читать что-то такое, можно на RSS Fit подписаться, там много интересного. Вот, какие цели вот этой части курса? Ну, мы начинаем так стандартно, да, вот, от абстрактного конкретного. Хочется, чтобы примерно у вас возникло понимание того, как вообще строится система хранения и обработки данных, и почему они так строятся, а не иначе. Мы будем рассматривать много разных прикольных проблем и существующие варианты их решения. И у нас будет много примеров именно промышленных готовых существующих баз данных. Будем рассматривать, как они устроены, почему они так устроены, в чем достоинства, недостатки, когда это можно использовать, когда это не очень подходит. Ну, я надеюсь, что у вас выработаются какие-то навыки оценки решений, что когда кто-то приходит и говорит, Монго круче всех, давайте все в нее положим. Ну, так часто бывает. Или там, Кассандра круче всех, вот мы все будем хранить в Кассандре. Вы немножко напряжетесь так и начнете задавать правильные вопросы, а что будет в таком случае, в сяком случае, какие мы гарантии должны давать и так далее. Ну, это надежда такая, надеюсь, что-то останется в голове. Хотя запоминается что-то после третьего раза, стабильно запоминается после пятого раза. В соответствии с исследованиями всякими. Ну, конкретно в этой лекции мы поговорим про классификацию баз данных, ну, именно нереальционных, какие они бывают. Что вообще такое веб-скейл? Ну, веб-скейл – это предтеча к появлению NoSQL баз данных, когда и революционные базы данных перестали устраивать. Ну, поговорим в частности про масштабируемость, отказоустойчивость, кап-теорему немного. Кто-нибудь про кап-теорему слышал? Так, ага, окей, прикольно. Ну, сравним SQL с NoSQL. Немножко так затронем тему атомарности в распределенных системах и возникающих конфликтов, и как их резолвить. И рассмотрим парочку простых примеров баз данных. Ну, это то, что вот будет в этой лекции сегодня. Ну, рассмотрим пример использования базы данных в типичных веб-приложениях и поговорим про курсовой проект. Мы не будем говорить про революционную модель данных. Вам все Сергей Михайлов объяснил и рассказал. Про теорию нормальных форм тоже не будем говорить. Ну, и SQL вообще касаться не будем. Это вообще ортогональная часть. Так, ну давайте начнем с простого. Что такое база данных? Ну, своими словами. У вас в голове есть представление, что такое база данных? Вот стул – это база данных? Не похоже. Так, а что? Как бы вы объяснили и описали базу данных? Можно. Ну, хранилище тетрадок данных. Наверное, как-то набор таблиц. Наверное, какой-то связанных. Или, может быть, не таблиц, а вообще каких-либо структур, которые умеют хранить данные. Да, да, довольно точное описание. Самое ключевое слово – диссвязи. Ну, типичное определение – база данных, организованное множество данных. Хоть каким-то образом организованное. Ну, телефонная книга, база данных, она у нас организована, например, по… Телефонная книга в телефоне, она вообще индексирована, понятно, она там по-всякому организована. Ну, там бумажная телефонная книга, помните, там такие буковки были, можно было зажать, открыть и там считать. Так вот, уже имена людей были организованы по первой букве как-то. Ну, мы к телефонной книге будем возвращаться, это прикольный пример. Ну, книжная библиотека, ну, не свалка книг дома в кучу, а нормальная книжная библиотека, она тоже организована. В ней есть там стеллажи, категории, там можно пойти, там как-то все отсортировано, по буковкам там все стоит. Ну, вполне себе база данных. На самом деле, может показаться странным, но, конечно, фотографии тоже может быть базой данных. Потому что там, если вы берете какой-нибудь, любой нормальный сервис существующий, у вас там фотографии сгруппированы по дате, по месту, возможно, там распознанные лица, то есть есть какая-то структура. Ну, товарный чек, в принципе, тоже база данных, есть набор записей, у них есть структура у этих записей, они там отсортированы, например, по времени пробивания на кассе. Ну, социальная сеть – это граф, это явно структурная вещь. Ну, файловая система, понятно, у вас есть иерархия файлов, папок. Вообще, база данных везде просто. О, географическая карта. Ну, по крайней мере, из-за того, что есть две координаты, это значит, все структуры на ней, они как-то упорядочены. Ну, какие операции можно выполнять над данными? Запись. Запись. Удаление изменения. Удаление изменения. Удаление изменения. Ну, получение. Да, получение. Ну, хранение – это, наверное, не операция, это как бы данность такая база данных. Хотя она в DevNal можно писать, она может не хранить. Окей, да, действительно, есть стандартный набор операций, они называются обычно вот прямо такой аббревиатурой. Так, кто-нибудь встречал аббревиатуру? Крут. Так, о, так, уже больше. Окей, люди приложения пишут, какие-то около Enterprise даже я чувствую. Хорошо, так. Ну, то есть создать, прочитать, изменить, удалить. Эти операции, они понятным образом мапятся в SQL. Собственно, insert – создать, select – получить, ну, прочитать, update – изменить, delete – delete. Ну, что интересно, они вообще-то мапятся и в методы протокола HTTP. И когда протокол HTTP разрабатывали, вообще знали про SQL, знали про CRUT и про все остальное. Собственно, в протоколе HTTP создать – это обычно пост. Ну, даже скорее не в HTTP, а в REST HTTP. Так, про REST, кто-нибудь знает? Так, прикольно, здорово. Может, кто-то презентацию Роя Филдинга, ой, диссертацию читал? Нет? Создатель REST. Что? О, окей, хорошо. Ну, это крутой чувак, у меня реально крутая диссертация. Ну, собственно, create – это пост, read – это get, update – это put или patch. В HTTP методах есть реально метод patch. Ну, delete – это delete. Конечно, когда в дикий веб идешь, то там все задачи могут решать через get. Get и там в урле что-нибудь delete, там, и айдишник какой-то. Многие клиенты, древние особенно, вообще не поддерживают ничего, кроме get и пост. Но по-нормальному в REST есть методы для каждой операции отдельные. И обычно пост означает создание нового ресурса. Если ресурс таким id существует, это вам вернут ошибку. А put означает изменение существующего ресурса. Ну, а patch – это изменение части ресурса. Если ресурсы не существуют при patch, вам тоже вернут ошибку. Но, в общем, лекция не про это. На самом деле, кому интересно, можно почитать. Ну, вернемся к нашей бумажной телефонной книге. Так, вот кто не видел никогда ее? Я понимаю, что я суперстар, но вдруг так. Окей, все помнят, как это работает. Ну, давайте примерно так просто свяжем, как работают операции. Как нам создать запись бумажной телефонной книги? Вот у нас есть человек, его фамилия, имя и телефон. Ну, что мы делаем? Мы, значит, берем, зажимаем пальцем на первую букву его фамилии, открываем, листаем, пока не найдем свободное, пока не дойдем до конца, где есть свободное место, вписываем. Так? Окей. Значит, как прочитать? Мы знаем фамилию, нам нужен телефон. Зажимаем пальцем на первой букве фамилии, открываем, и начинаем последовательно просматривать. Там, Иванов, Иванов, Иванов. Нет, не Иванов, не… Вот, Иванов. Возвращаем телефон, который нашли. Так? Ну, как изменить супероперации изменения? Мы сначала, значит, ищем предыдущую запись по фамилии, то есть как в риде, потом зачеркиваем ее, идем до конца, ищем пустое место и вписываем новый телефон для этого же человека. Но удалить то же самое, просто нашли и зачеркнули. Так? Ну, в общем, телефонная книга, такой физический объект, кажется, какая-то не очень быстрая штука. Давайте примерно оценим скорость алгоритмической работы такой, ну, такого способа хранения данных. В принципе, create довольно быстрый. Мы зажали, сразу открыли, листаем, пока не нашли пустую страницу. Мы целиком видим, либо страница полная, мы ее пропускаем, либо мы видим, что страница, в ней есть место. Все, мы нашли место, куда вписывать. Вот так интуитивно, да? Ну, быстро довольно. Вот read, update и delete, они такие стрёмные операции, потому что мы нашли, с какого места читать, а дальше нам все просматривать надо по порядку, потому что внутри каждой страницы записи не отсортированы. И здесь есть такой вариант, про который не стоит забывать, что должно выполняться условие, что для любой фамилии есть либо ноль, либо одна незачеркнутая запись. Вот все, что мы дальше будем говорить, оно разваливается, если не выполняется такое условие. То есть у вас вот либо какая-то фамилия существует живая, либо ее вообще нет в телефонной книге. Не должно быть дубликатов где-то. Ну, давайте попробуем алгоритмическую сложность оценить. У вас теория алгоритмов или курс алгоритмов уже был? Так, давай, о, кстати, надо проверить. Так, поднимите руку, кто с шестого курса? Пятого? Так, с шестого, подождите, шестое есть кто-нибудь? Так, а пятого? Пятого, так, двое. Четвертого? Четвертого. Третьего? Третьего. Второй курс? Второй курс. Так, а с первого курса есть кто-нибудь? Ага, так, окей, я понял. Все представлены. Хорошо, так, давайте тогда тут поподробнее будем идти. Значит, давайте алгоритмическую сложность попробуем оценить. Сначала, значит, что у нас нотации O большой и O малые, они позволяют нам давать определение сложности вычислительных алгоритмов. То есть у нас есть какая-то функция f от n. Ну, n – это количество данных на входе. И мы говорим, что функция f принадлежит классу функции O большой Gn, если… Ну, предположим, функция f – это вот такая штука. Ну, как бы вы оценили ее сложность? Ну, виние, n. А вот это n – это O малое или O большое? O большое. Там. Что? Ну, это вы молодцы, да, есть. Мы это затрагивать не будем, но у нас есть O большое, O малые, Омега большое и Омега малые. Еще есть это… я не помню, как маленькое. Так. Ну, действительно, это O большое от n. И что это означает? Что существует такое k, что с какого-то значения аргумента наша функция f будет стабильно меньше, чем G, чем наш класс умножить на k. Ну, какое k? Мы говорим, что это линейная. Ну, что такое линейная функция? Ну, я так нарисовал. Окей, линейная функция – это такое. Что-то, да? Ну, действительно, можно подобрать такое k. Ну, что делает k с нашей линейной функцией? Она ее нагибает, ну, поворачивает. Можно подобрать k. Там такое k. Что с какого-то элемента… ну, например, не знаю, вот… О, пластик. Мы ее так нагнули. Что с какого-то n0 на уголка мы ее нагнули. Наша функция f всегда будет меньше, чем наше O большое. Так? Так, кому непонятно, не стесняйтесь. Окей. Окей. А что означает O малое? Как бы вы могли оценить в полночь аннотацию O малое? Сложность вот нашей вот этой вот функции. Ну, давайте, не стесняйтесь. Да, на что бы мы… существует такое значение аргумента, с которого… насколько бы мы… на какой бы k мы не домножали нашу функцию, она все равно растет быстрее, чем исходная. Вот здесь давайте, что приходит в голову? Ну, n квадрат, да. Какая-то такая хрень. Как ее ни принижай, с какой-то точки все равно она перерастет, нашу функцию f. Вот это… О, маленькая. Так, вспомнили. Так, всем понятно, да? Кому непонятно? Окей. Микроэкскурс. Ну, давайте сравним вообще. У нас есть разные классы функций. Ну, кстати, мы здесь понимаем, да, что… вот мы сказали, что n квадрат – это оценка малая. n квадрат – оно его большим является. Просто обычно, когда анализируют алгоритмы, интересует максимально точная оценка. Потому что не очень прикольно говорить, что… А, тут у меня прикольный алгоритм сортировки, на практике очень быстрый. Ну, n куб у него, короче, оценка точно быстрее, чем n куб. Но это ничего не говорит вам. Ну, собственно, классы функций бывают разные. Давайте так примерно, чтобы почувствовать, потому что мало кто пытается это в числа перевести. Вот оценить, вот, например, разницу между n и логарифм n квадратный. Предположим, что у нас есть компьютер, который умеет выполнять 1 миллиард операций в секунду. Так? Ну, типичный вполне такой. И рассмотрим алгоритмы, которые работают за о малая от n. Если нам нужно алгоритмом таким перемолоть миллиард элементов, это займет 1 секунду, правильно? Ну, плюс константа какая-то. Ну, не плюс, умножить на константу. А если 1 триллион элементов, это займет 16 минут. Ну, 1000 секунд примерно 16 минут. Так? Ну, нормальный алгоритм. Но если у нас алгоритм логарифмический, то чтобы перемолоть миллиард элементов на таком компьютере, нам нужно всего 30 наносекунд. Ну, как, мы 30 получили, да? Это логарифм от миллиарда. Если у нас будет триллион элементов, это 40 наносекунд. Кажется, как-то круче, да? Хорошо бы такие использовать, когда возможно. Ну, часто кажется, ну, n, n квадрат, какая там разница. Но с n квадрат на таком компьютере миллиард элементов мы будем 32 года обрабатывать. Триллион 32 миллиона лет. В общем, применять n квадрат – это большой вопрос в реальных задачах, если n большое. Ну, n log n вообще doable. Куча алгоритмов работает за n log n. Миллиард элементов за 30 секунд. Ну, триллион элементов. Ну, 11 часов, в принципе, тоже норм. Ну, как-то так. Ну, есть, конечно, класс алгоритмов. Ну, наверное, найдутся люди, которые придерутся к этому. Но их иногда пишут так, как O малый от k n. То есть есть какая-то константа, мы знаем эту константу. Либо вот мы довольно точные пределы ее знаем. Ну, предсказуемое время работает. Да, миллиард за k секунд, триллион за тысячу k секунд. Давайте примеры какие-то вспомним. Что за O от N работает? Ну, из вашей жизни? Всего. Что? Ну, линейный, ну да, линейный проход какой-то, да. Что-нибудь еще? За O от N. Нахождение максимума. Нахождение максимума. Нахождение максимума. Нахождение максимума. Да. Ну, да, потому что он в итоге… Да, просматриваем все. Так. Давайте за N квадрат. За O от N. Вот. Как это все так с воодушевлением говорят. Так, пузырек, да. Ну, окей. Да, по сути, вот что мы всех со всеми сравним. За логарифм от N. Двоичный поиск? Вставка в дерево. Вставка в сбалансированное дерево. З логарифм. Откуда удаление? Удаление из двоичной кучи? Удаление из двоичной кучи. Да. Окей, да. Хорошо. Ну, это один из примеров, вы молодцы, назвали даже больше. Ну, n лог n? Большинство сортировок. Да, сортировки, нормальные сортировки. А вот что бы можно было назвать, ну, оценить сложность O от константы n? К минимум. К минимум, да, хороший пример. К на n? Ну, если k фиксировано, именно мы знаем, у нас растет только другое измерение. Ну, да. Ну, типичный interadic сорт. Ну, я только в применении к нему видел такую аннотацию. Ну, вернемся к нашей телефонной книге прикольной. Предположим, что у меня есть 100 записей. Если совсем ничего не сортировать, то поиск за сколько будет работать в среднем? Ну, да. Ну, в среднем… В среднем 50. Да. Ну, мы знаем, сколько записей, да. Вот если бы мы вообще все отсортировали, то за сколько бы нашли? За 7. Что? 7. 7. Как получили 7? Так. Ну, да. Примерно 7. Не, ну, как? Ну, примерно 7, да. Вот в нашей телефонной книге довольно интересный результат. Примерно так. И получается круче, чем когда мы полностью отсортируемся. Потому что, ну, если мы английскую рассматриваем, у нас 28 букв, просто условно. Мы находим кусок, ну, страницу за поиск по 28, они отсортированы. Ну, вот так вот, хоманах и поставили. Ну, а на каждой странице в среднем, вот это не совсем правильное допущение в естественных языках, у нас будет всего несколько записей. И нам просмотреть надо всего 3 записи там, ну, в среднем. То есть у нас было 100 записей. На каждую букву, если вообще все размазать, у нас будет начинаться 3 записи. И какую бы мы страницу ни открыли, там будет 3 записи, и у нас линейный поиск выполняется за полторы записи. Вообще прикольно, мне кажется. Ну, кажется, ну, вначале, кажется, если все сортировать, ну, что круче может быть. Ну, в общем, может быть. И оставим телефонную книгу где-то на задворках памяти, потому что мы к этому когда-то вернемся. Это такой прикольный принцип, который используется во многих распределенных системах. Вот это вот деление на какие-то куски, а потом поиск внутри этих кусков. Ну, и еще из подводки. Мы поговорили про сложность алгоритмов, применили эту сложность в телефонной книге. Но есть ограничения вычислительных систем, электроники, которые мы используем. Вот есть такая табличка, кто-нибудь ее когда-нибудь видел раньше? О, прикольно. Она описывает, но она устарела. Понятное дело, ее там каждый год обновляют. Первый раз там ее опубликовал, по-моему, Джефф Дин, глава инфраструктуры Гугла лет 10 назад. Но она отражает, вот как у нас работает вычислительная техника. Что обращение к L1 к ИШУ полно на секунды в процессоре современном. В принципе, это до сих пор верно. Если у нас в большинстве современных процессоров X86 у нас есть блоки спекулятивного исполнения, они конвейерные, и там есть предсказатель ветвлений. Вот если этот предсказатель ветвлений плохо предсказал условия в вашем ифчике и пошел не по той ветке, это будет ему стоить 5 наносекунд. Это все равно, что 10 раз из L1 кэша что-то прочитать или записать. Ну, это вот такой намек некоторый на то, что можно процессору помогать. Чем меньше ифов в вашем коде, тем быстрее он будет работать. Так, кто не знает про наличие предсказателя ветвлений в процессоре? Так, ага, окей. Так, процессор внутри устроен в виде конвейера, по которому идет... Вы говорите, там, сказать, сложить A плюс B и записать в память? Процессор эту инструкцию декодит и запускает в конвейер. Каждая инструкция, она разбивается на кучу стадий. И вот инструкции, они идут по конвейеру. Какие-то уже выходят из конвейера. Какие-то еще только заходят в конвейер. Ну, у этой инструкции уже... Голова ее стадии обработаны. То есть здесь в конвейере есть блок, там, умножение, сложение, есть загрузки, сохранение в память. Ну, и где-то есть предсказатель ветвлений. Branch predictor. Ну, он где-то здесь, на самом деле. Ну, и процессоры работают быстро, потому что они дробят каждую инструкцию на кучу микроблоков, и эти блоки можно разогнать до адской частоты. Если сделать один блок, который целиком выполняет инструкцию, до 3 ГГц его никогда не разгонить. Потому что он слишком большой, а скорость света ограничивает распространение сигналов электрических. Поэтому каждая команда, которая входит в конвейер, вот она идет через него и исполняется. В догонку за ней идут другие команды. И если процессор вдруг вот здесь на входе встретил команду if, он не знает, что делать, какую из веток мы будем исполнять. Потому что как только этот if войдет в конвейер, за ним следующими командами может войти команда из ветки true либо из ветки false в вашем коде. Но пока он не вычислил значения, которые есть в if, он не знает, что исполнять следующей командой. Поэтому либо можно сделать тупо, мы конвейер останавливаем, и вот эти стадии ничего не делают. Пока мы не вычислим где-то здесь содержание условия if, не поймем, какая команда будет исполняться следующей, тогда мы ей позволим войти в конвейер. Ну, современные процессоры делают иначе. У них есть хитрые структуры, которые помнят, какое обычно условие было в этом адресе памяти, и они спекулятивно начинают исполнять ветку, которая, скорее всего, будет true, которая чаще всего выбиралась в этом условии. И она заходит в конвейер за нашим if и начинает исполняться. Когда, наконец, стадия конвейера вычисляет реальное значение условия в if, она понимает, правильно мы все считали или нет. Если на самом деле предсказание было неверным, то все это сбрасывается. Ну, все, что мы там понаделали. Ну, понятно, там запрещено писать в память, пока мы не вычислили значение. И считается, что вот эти циклы мы в холостую потратили. И только после этого момента зайдет правильная ветка в конвейер, и начнет исполняться. В современных процессоров там, ну, десяток ступеней конвейера. Стоит это десяток тактов. Ну, мы десяток тактов вычислений потеряли, хотя могли что-то считать. Вот вы в словах. Ну, у нас процессоры внутри устроены довольно сложно. У нас не один уровень кэша, их несколько. И у следующего, L2 кэш, ну, какой-нибудь вы смотрите, там, в магазине, там, Intel или AMD, у него там L1 кэш какой-нибудь, там, 32 килобайт или 64, L2 кэш, 512 или 4 мегабайта, там, круто все. Такой размер нормальный, но только в 50 раз медленнее. Но все равно это быстро, по сравнению с тем, как сходить в RAM. То есть поход в RAM в 200 раз медленнее, чем обращение к L1 кэшу. Поэтому многие алгоритмы, у которых вычислительная сложность какая-то так себе, за счет того, что они очень компактно работают с памятью, используют очень близкие адреса, они работают на кэше и на практике работают быстро. Но про это все расскажут вам в алгоритмах. Ну, про память мы разобрались. Ну, я имею в виду в Технополисе или в институте, должны рассказать. Ну, есть классные книжки. Если кому интересно, потом подходите, я вам расскажу, где все почитать можно. Дальше интересная штука. Сжать 1 килобайт данных с помощью алгоритма ZIPI занимает 3 микросекунды. Кто-нибудь про ZIPI слышал? Или SNAPI? Или LZ4? О, круто. LZ4? А, окей. Это как раз один из алгоритмов, которые сжатие, которые сжимают паршиво, но супербыстро. Потому что они сжимают небольшие блоки и не выходят из кэша процессора. То есть вот им не нужны никакие словари, ничего. Они застянули блок в кэш и в нем сжали. Ну, килобайт за 3 микросекунды. Ну, отправить 2 килобайта через гигабитную сеть – это 20 микросекунд. Вот если взять эти две штуки сопоставить, интересная вещь возникает. Чувствуете, да? Что можно вообще-то довольно много успеть сжать за это время. И, соответственно, втолкать в сеть гораздо больше. Ну, типичные данные, там, LZ4 сжимает, ну, в 1,5-2, иногда в 3 раза. Ну, вы можете на халяву увеличить пропускную способность вашей сети. Ну, прочитать с SSD – 150 микросекунд. Если сравнить это с предыдущим, возможно, если мы знаем, что у соседа есть наши данные по сети, быстрее сходить к нему, взять у него из памяти, добавить сюда память, чем читать с SSD. Несмотря на то, что SSD, ну, быстрый. Ну, мегабайт прочитать, последовать на спаме – 250 микросекунд. На самом деле это сравнимо со скоростью доступа к SSD. Но это не чтение мегабайта, это найти 4-килобайтный блок на SSD. Ну, дата-центры – это гигантские штуки, в которых стоит там куча ящиков, куча серверов. И типичные цифры внутри дата-центра сходить в другой конец и вернуться назад – это полмиллисекунды. Но если посмотреть на все предыдущее, мы понимаем, блин, дофига можно сделать чего за полмиллисекунды. Даже в тот же SSD сходить. Поэтому тут надо взвешивать. Даже если мы знаем, что данные там есть, нужно ли нам туда идти. Возможно, мы быстрее можем ответить, если локально закэшируем их. Ну, с SSD прочитать мегабайт – это одна миллисекунда. То есть это в 4 раза медленнее, чем из памяти. Ну, наши любимые шпиндели – HDD. Типичный дисковый SIG, ну, то есть найти место, с которого читать – это 10 миллисекунд. То есть больше 100 рандомных операций в секунду у вас никогда вы не выжмете. Поэтому все нормальные сториджи, которые ориентированы на хранение на HDD, они укладывают данные так, чтобы поменьше читать рандомом. То есть заплатить 10 миллисекунд и найти место, с которого читать, а после этого читать довольно быстро. Мегабайт за 20 миллисекунд мы можем втягивать. Ну, из современных HDD типичная там последовательная скорость чтения записи – там, ну, 200, ну, может 300 мегабайт в секунду, но не больше. Ну, и, наконец, у нас есть скорость света, и отправить пакет из Калифорнии в Нидерланды и вернуться в Калифорнию – это 150 миллисекунд. То есть ваш сайт, в принципе, не может работать быстрее, если вы пользователям из Америки отдаете данные из серверов в Европе. Ну, про это мы поговорим в следующей сервисе. Окей. Так, немного мы вспомнили, как все устроено. Железо, алгоритмы. Давайте непосредственно перейдем к базам данных. Начнем с простой классификации. Пройдем быстро по этому, потому что это скучно. Тем более, что устоявшихся классификаций никаких нет. Это вообще, ну, тема, область NoSQL, она очень новая, там ни в стандартах, ничего вообще. Многие хранилища, они на самом деле очень хитрые, их можно настроить по-разному, и они будут похожи либо на один класс, либо на другой. Либо, если система работает и все нормально живет, они похожи на один класс, и если все сломалось, то они ведут себя по-другому. Ну, и я тут могу быть где-то неправ. По модели данных. Ну, исторически первой была иерархическая модель данных. Это не то, что в файловой системе. Эта модель данных придумала... Началось все, по-моему, с IBM-овской базы данных. Она предшествовала даже рельсионной модели данных. То есть в данных была какая-то иерархия. То есть были какие-то документы, у них были поддокументы, но эта иерархия была не в виде дерева, там могли быть, если не ошибаюсь, и циклические ссылки даже. Ну, таких баз почти нет. Может быть, каше она вот в этой модели. Ну, наконец, знакомые вам рельсионные. Есть графовые базы данных. То есть прямо можно пойти и вот специально для графовых данных взять готовую базу. Ну, типичный представитель — это Neo4j. Может, он что-нибудь использовал? Нет. Есть документно-ориентированные базы данных. Это, ну, типичный представитель — это Mongo. У вас в базе данных хранятся документы. Они не обязаны иметь какую-то общую структуру. Каждый из них идентифицируется каким-то ID-шником. И, возможно, иногда можно строить индексы по документам, по каким-то полям. Но у вас два соседних документа, они вообще могут не иметь ничего общего. Ребята, там, фронтендеры очень любят это, потому что эти документы — это обычно JSON, там фигак-фигак, все как надо, там делаешь, там, чик, базу положил, все нормально. Но потом достаешь иногда не то, что ты ожидал, потому что ты забыл, что ты такой документ туда положил или там поля переименовал какие-то. А там оно как лежало, так и лежит. То есть в релизационной модели вы там мучаетесь, там, схему меняете, альтер делаете, у вас там терабайтная таблица, и альтер занимает часов 8, например. Но зато вот поля, ну, какая-то колонка, вот она называется одним образом. В документных базах не надо ничего делать, вы просто хотите переименовать поле, пишите документы с новым полем. Вот. Есть базы, хранилища KeyValue, про них мы сегодня подробнее поговорим. По сути, все операции можно делать только по ключу. Все наши CRUD-операции, а значение — это какой-то массив байт. Есть колоночные сториджи. Это интересный класс отдельных систем. Типичные представители — это Cassandra и HBase. Суть заключается в том, что каждая строчка содержит набор колонок. Ну, типа вот, есть строчка row 1, здесь есть колонка 1, колонка 2. А есть строчка row 2, и в ней есть колонка 1. Это имя колонки 1. Ну, и у нее значение какое-то. Есть колонка 5. А вот здесь 5 нет. А еще может колонка 6 быть. То есть каждая строчка — это набор каких-то ячеек. В этих ячейках свои имена колонны. Довольно гибкая модель данных. Началось все это в HBase, который является репликой BigTable, и в Cassandra, который написали по следам Amazon Dynamo. Да. Ну, написал Cassandra Facebook изначально для хранения сообщений пользователей. Вот. Очень популярная база. Есть вообще интересный класс систем, дедуктивные базы данных, которые можно задавать вопросы, типа, вот я знаю вот это, я знаю, что вот эти данные связаны вот так-то, а еще вот эти два события связаны так-то. Скажи мне, покупать мне пиццу сегодня или завтра. И там, значит, логический движок выведет закономерности. Или вы заливаете в такую базу, ну, типичный представитель — это BSDB. BSDB. Такая ресерч-база данных. Вы в нее можете заливать, ну, типа, там есть как бы таблицы, вы можете заливать туда данные, ну, какие-то неточные. У вас у каких-то строк там ячеек не хватает, потому что вы, например, оцифровывали какие-то документы, и, ну, где-то криво что-то прочитано. Либо где-то люди руками вбивали какие-то данные и вбили что-то криво. Ну, вот так заливаете в эту базу данных. Вот есть таблица с такими строчками. А потом вы ей говорите, пофикси ошибки, пожалуйста. И она вам говорит, так, вот в этой ячейке какая-то фигня, здесь, скорее всего, другое значение, здесь еще одно значение, вот здесь вот этих, в этих строчках не хватает данных, я их заполню, исходя из всего остального. То есть база производит, ну, движок базы производит статистический анализ ваших данных и говорит, где есть какие ошибки, где, вероятно, другое значение этой ячейки. Ну, довольно интересная штука. Ну, и, наконец, есть геобазы данных, которые позволяют делать геозапросы. Ну, как в Foursquare или где-то вы выбираете область на карте и говорите, а выдайте мне, пожалуйста, объекты, ну, которые попадают в эту область. На досуге попробуйте представить, как бы вы это сделали в реляционной базе данных. Ну, вот эти геоиндексы, они есть, на самом деле, во всех продъемных базах данных, в Postgres, Oracle, ну, коммерческих, бесплатных, и они устроены совсем не так, как устроены типичные индексы. Ну, и это все неполное. Ну, базы данных бывают встраиваемые, например, в Chrome есть SQLite, в Android есть SQLite. Есть базы данных, которые работают отдельным процессом и доступны по сети, то есть вы к ним подключаетесь через сокет и по ее протоколу с ней общаетесь. Бывают базы данных, которые работают на куче машин при этом. И в некоторых вы можете к любой подключиться, и она вам ответит. В других вам нужно узнать, к какой именно обращаться. Ну, про вот это мы поговорим дальше. Базы данных могут хранить данные просто в памяти, выключили питание, они все потеряли. Там на предыдущей веществе? Да. То есть все, что не реляционное, это на узкую систему. Ну, можно ходить в памяти, можно ходить на диски. Иногда в один диск все не влезает. Есть отдельный класс баз, который называется так Data Warehousing. И там есть даже сейчас модные термины у дата инженеров, всякие Data Lake, там еще что-то. Гигантские такие хранилищие данных на куче машин, куда вы просто льете неструктурированные данные, а потом пытаетесь что-то с этим сделать. Потому что сейчас там, если какие-нибудь посмотреть доклады, там ваши данные, это самое важное, что есть в вашей организации, там все такое, нужно все собирать, все данные, а потом придумывать, что с этим делать. Ну, как бы если бы знали, как мы будем их использовать, мы бы придумали схему, там укладывали, поэтому пока не знаем, мы просто сваливаем все в кучу, главное это все не потерять. Ну, про это там в Big Data, там всякое, ну, по машин-леунингу у нас же будет курс, по-моему, ну, в семестре каком-то, поэтому там расскажут, наверное, больше про это. Наконец, базы данных можно использовать по-разному. Есть базы данных, заточенные под конкретные юзкейсы, например, под мессенджинг. Ну, сейчас, по-моему, все, кому не лень, делают мессенджер. Ну, и в мессенджинге как бы, ну, вроде, с одной стороны все тупо, когда двое людей общаются друг с другом. Если я хочу какому-то человеку сообщение отправить, ну, я как бы в базу данных, в его почтовый ящик, ну, или в его, там, ячейку кладу сообщение, добавляю. Но все становится очень весело, когда у нас есть какой-нибудь чатик на миллион человек, и кто-то туда добавляет сообщение. В общем, ну, можете на досуге подумать, как это вообще можно сделать. И там есть разные подходы, и у всех свои проблемы. Есть специальные базы данных, заточенные на счетчике, потому что в вебе все покрыто счетчиками, любой сайт, там есть на каждой страничке уникальные посетители, не уникальные посетители, кто видел там этот баннер, кто куда кликнул. Ну, и там в одноклассниках те же миллиарды этих счетчиков. Есть базы, заточенные по то, чтобы, ну, примерно то, что я говорил, ввести логи какой-то активности, а потом их процессить. В торговле и в банкинге используются OLTP-базы данных, это Online Analytical Transaction Processing. То есть нам нужно супербыстро, транзакционно что-то сделать, изменить малюсенький кусочек в базе. Вот Batch Processing — это обычно под то, что взять все данные и вот что-то по ним посчитать. Например, самый популярный топ товаров. Вы не можете это сделать, взяв один кусочек данных. Вам нужно взять все активное за день, отсортировать и посмотреть в топ-100, что было. Ну, есть базы данных, которые хранят, например, историю версии. Какой-нибудь пример? Гид. Правильно. Блокчейн. Ну, и это еще не все. Короче, это реально категории по языкам, по гарантиям консистентности, устойчивости к отказам, какие транзакции там поддерживаются, есть ли там бэкапы, что там с безопасностью, аудитом, и список бесконечный. Вот. Примерно, какие базы бывают, мы, наверное, поняли. Почему появился NoSQL? Я упоминал вначале, что все это связано с ростом количества гигантских веб-сервисов. Что такое вообще масштаб веба? Начать хочется с такой цитаты, какого-то, по-моему, на 73-го года. Он пишет, что вот за свое время, пока я там прогал, я видел все, по сути. И что у нас в дата-центре терялась связь, у нас ломалось питание во всем дата-центре, отказывали свечи, иногда просто шкафами выключались все стойки, вырубался весь дата-центр. И однажды там какой-то водитель грузовика больной гибоглицемией, он врезался в блок охлаждения дата-центра, что тоже вырубил дата-центр. И, короче, он говорит, и при этом я не админ. То есть, что вы видели админы вообще за кадром. Я это к чему? Что любая большая система, она не все время что-то ломается. Если мы строим что-то, предназначенное работать на нескольких машинах, нужно всегда учитывать, что что-то сломается. И это вообще норма для такой системы. Ну, в одноклассниках у нас... Ну так, не соврать. За неделю мы меняем 20 или 30 дисков. У нас 6 тысяч серверов. 2-3 сервака просто вынимаем и вставляем новые, потому что они тупо ломаются. Планки памяти, даже не помню, я что-то админы говорили. Ну, дата-центр отказывают 2-3 раза в год. Ну, обычно это никто не видит, потому что система спроектирована так, чтобы это было незаметно пользователям. В общем, не верьте, что что-то будет работать вечно. Ну, примеры нагруженных веб-скейл-систем. Ну, я там работаю, поэтому более-менее актуальные цифры могу сказать. Вот в одноклассниках почти 50 миллионов пользователей в день уникальных заходят. И отдаем мы наружу несколько терабит в секунду трафика. Ну, большая часть это видео, конечно. Есть цифры по Инстаграм. Я думаю, они устарели года на 3, а то и на 5. Они говорили, что у них дневная аудитория была 300 миллионов человек. Это уникальных визитов. То есть каждый из этих человек, он там делает кучу запросов, кликает, фоточки там и так далее. Ну, 4 миллиарда лайков в день, которые надо хранить. Ну, и заливают там 100 миллионов фоток и видео в день. Просто вдумайтесь, 100 миллионов фоток. Если взять миллион фоток, и каждая фотка весит мегабайт, это терабайт. 100 терабайт в день добавляется. Нужно успевать диски подносить просто. Ну, и хранятся они не на одной копии. У нас в одноклассниках заливают фоток тоже безумное количество, они все хранятся с начала времен. Ну, про это расскажут отдельно. У нас будет лекция. Ну, в том же Фейсбуке данные пытался освежить. По-моему, они говорят, что у них за 2 миллиарда перевалила месячная аудитория. То есть не дневная, а месячная. Не каждый день люди заходят. И там подбираются полумиллиарду фоток в день, которые добавляет Фейсбук. Но они сами говорят, что у них каждый день добавляется 4 петабайта данных. Ну, вот диски сейчас 10 терабайтные есть. Там грузовиками их заводят. Каждый день. Ну, это вот веб-скейл, в общем. Что это значит? Ну, это, конечно, самые топовые примеры. Здесь есть доклад трехлетней давности от специалиста из MAPAR, по-моему. В общем, они рассказывают... Видео доступно по ссылочке на английском. Можно посмотреть про то. Они рассказывают, как они внедряли в Индии систему идентификации пользователей на основе Кассандры. Они там Кассандру внедряли. То есть, по сути, биометрия для всех жителей Индии введена. Потому что проблема была в том, что люди обманывали социальную систему. Они приходили за пособиями в одно место. Там, ну, типа, условно, на почту или куда-то. Потом приходили в другое, получали пособие. Потом в третье место давали другу. Он приходил с этой бумажки, получал еще пособие. Сейчас там идет или уже закончился процесс отцифровки, они сканируют отпечатки, сетчатку глаза. То есть, типа, это связывается с паспортом вашим. Документы больше носить не надо никуда. Вы приходите, там, сканируете и получаете там свое пособие. Но только один раз. Вы лично. Это сэкономило им просто какое-то безумное количество денег уже. Но надо понимать, что там в этой системе больше миллиарда пользователей. В нее непрерывно идут запросы. Если эта система сложится, встанет вообще работа там всех госорганов. Ну, тоже пример веб-скейла. И это работает. То есть, там куча дата-центров в Индии и в разных штатах. Все это синхронизируется между собой. В случае тайфуна все равно это будет работать. Ну, когда такие нагрузки, объемы данных в веб-скейл, в системах главная проблема возникает с масштабированием. с масштабированием. Ну, масштабируемость – это способность системы увеличивать свою мощность путем просто добавления машин. Нам нужна большая пропускная способность, либо больше места. Масштабируемость системы позволяет поставить еще один сервак рядом такой же. Или сто. Или тысячу. и она отмасштабируется. И начнет эти ресурсы все использовать. Ну, один из способов масштабирования – это репликация. То есть, мы храним данные не на одной машине, которая уже не справляется, а кладем их на несколько машин. И любая из машин может вернуть данные. Ну, понятно, да? Так, если есть вопрос, вы сразу спрашиваете. Мы про это подробнее поговорим, на самом деле, в следующем семестре, но это вебскейл в тему. Здесь основной класс успешных систем, они построены по принципу, что никакого состояния между собой они не делят. То есть, у них нет какой-то точки отказа, которая, если откажет, то все это куча машин перестает работать. Реплицировать можно все. Машины, диски, тот же RAID. На самом деле, сетевые карточки тоже реплицируют. Может, если у кого-нибудь есть маршрутизатор дома, ну, не маршрутизатор, а может, ладно. Короче, сетевые карты тоже реплицируют. И, например, что в Яндексе, что в Одноклассниках, любые пары дата-центров связаны между собой несколькими каналами данных. И эти каналы данных нигде, никогда не пересекаются, идут через разных провайдеров, через разные здания. Ну, в Яндексе так за этим стали строго следить, когда... В Яндексе ли это было? Не помню. То ли в Яндексе, то ли в Одноклассниках. Короче, была история, что там было два канала таких между дата-центрами. Ну, то есть эти каналы, ну, так, это условно там оптика на 100 гигабит. Вот, и они так лежали по разным шахтам, еще где-то. И было одно место, где вот не провести их было, их в один кабель-канал положили. Ну, и дальше опять эти две оптики расходились и шли по-разному. Короче, тракторист копнул именно там, где надо. Он перерубил сразу оба кабеля. Ну, после этого стали строго за этим следить. Другой способ масштабирования – это, ну, так называемое вертикальное партиционирование. Смысл заключается в том, что... Нет, это партиционирование. Это не вертикальное масштабирование. Вертикальное масштабирование действительно просто... Мы не добавляем сервера, мы ставим более мощный проц, проц, в котором больше ядер, пытаемся запихнуть побольше памяти, но у этого способа роста есть предел. Вот у нас типовой сервак в Одноклассниках сейчас, ну, в Яндексе тоже похоже было. Это 56 ядер, ну, то есть два Xeon 28-ядерных, 256 или 512 гигов оперативной памяти, 10-гигабитные интерфейсы, ну, один или два. И, ну, SSD или NVMe десяток, что-то такое. Ну, вот там можно запихнуть терабайт оперативной памяти, но больше запихнуть нельзя. Там просто, ну, места нет уже, все. То есть, ну, вертикально масштабировать дорого с определенного момента, есть лимит. Поэтому, ну, такие системы сразу строят так, ну, масштабные системы сразу строят так, чтобы их горизонтально можно было масштабировать. Ну, то есть вертикально мы растем вверх, добавляем железо, 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 потом лимит. Горизонтально мы добавляем рядом. И у нас счастливый человечек, он общается со всеми, а их тут много. А, вертикальное претенционирование. То есть мы рассмотрели репликацию, когда, ну, собственно, вот такой пример. У нас все копии здесь идентичны. Вертикальное претенционирование — это другая штука. Ну, давайте на примере таблицы реляционной рассмотрим. У вас есть какая-то супер-мега-тейбл, в котором лежит вся инфа о ваших юзерах. Ну, не юзерах, может, транзакциях, еще о чем-то. Но выясняется, что вот это множество колонок использует там один компонент. Вот это множество колонок использует другой компонент вашей системы. То есть вот в системе аутентификации нужны только данные о паролях или хэшах-паролях, там, e-mail, еще что-то. Вот в системе, которая показывает другим пользователям какой-то ваш профиль, нужны ваши личные данные, там, фоточка, там, еще что-то. Может, и фио, там, еще. Но это вообще разные системы. И если у вас база распухла настолько, что не влезает на одну машину, так вы можете эту мега-таблицу порезать на две и разнести их по разным машинам. Ну а самое прикольное, ну, собственно, здесь мы по функциям делим. То есть понимаем, да, у нас разные колонки, у них разные функции. Их можно поэтому разнести, если они не связаны. Можно делить по транзакциям. Например, у нас есть табличка для клиентов, которые... Вот это у нас будет какой-нибудь фриви. Короче, для клиентов, которые вообще не платят. И она гигантская, жирная и тормозная. Есть чуваки, которые платят на нашем сайте деньги. И они живут в своей таблице. Маленькая, быстрая. И у них всегда сайт отзывчивый, и все круто. Это практикуется реально. Есть, ну, либо аналогично... То есть это по типам транзакций, условно говоря. Есть как бы транзакции, которые нам ценные, и мы хотим их обязательно обработать и быстро обработать. А есть, ну, не очень. У них может быть SLA такой слабый. Ну, также есть премиум пользователи, обычные пользователи и так далее. Но понятно, что мы можем разрезать так, только если между этими наборами колонок действительно нет связей. Потому что как только вы две таблицы разнесли по разным базам, никакой join вам не светит больше. Вы не можете между разными базами делать join. Никто не будет foreign key проверять. Потому что это разные базы. Это реально физически разные машины. У вас не будут индексы работать, которые сразу... Ну, вы не сможете построить композитный индекс, который использует поле отсюда и отсюда. То есть такой принцип можно применять только к слабо связанным наборам данных. Ну, еще один типичный способ, типичное деление вертикальное, это есть один хламовник какой-нибудь для слогами пользователей, в котором данных немерено, все работает очень медленно, но мы эти данные никогда интерактивно не обрабатываем. Мы всегда их перемалываем каким-нибудь ходупом. А есть база данных для интерактивных запросов, которые напрямую ходят пользователи, и от того, насколько быстро она работает, ну, зависит их юзер экспириенс. То есть они там в интернет-магазине что-то делают. Там история их просмотров идет в тормозную базу, потому что никто к ней не будет обращаться интерактивно. А вот каталог – это супербыстрая база, потому что с ним все время работает. Ну и профит, который мы тут получаем, мы можем ту же репликацию или способы масштабирования применять независимо. Как только мы порезали эту таблицу, мы можем, и понимаем, что проблема здесь, мы можем вот эти части горизонтально замасштабировать. А здесь, если у нас там несколько машин держат эту нагрузку, мы не трогаем. Понимаете, да? Когда мы жили в одной таблице, мы могли только ее целиком масштабировать. Если мы хотим добавить еще одну машину, значит, будет копия этой таблицы целиком, но и другой машины. Как только мы их порезали, мы можем каждую часть независимо масштабировать. Ну и, наконец, горизонтальное партизационирование. Мы говорим про партизационирование здесь. Это похоже на другая тема. Почему вертикально? Мы понимаем, да? Мы вертикально режем. Горизонтальное партизационирование режет вот так. То есть мы бьем все записи на какие-то партиции. Часто это называется шарды. Тут терминология меняется. И вот записи, они могут ссылаться как-то друг на друга только в пределах одного шарда. Ну это может быть, ну что интересно, например, шард вот такой. Ну то есть какое-то геопартизационирование. Может быть шард по году. Что для юзеров, ну например, записи там какого-нибудь древнего года, они лежат в одном шарде. То есть вот это, это отдельная база данных. Там следующий год лежит в отдельном шарде. Ну вы можете догадаться, ну или зачем может иметь смысл так делать, кстати? Давайте идеи какие-то. Да, по годам. Почему? Да, да, это безусловно. А еще какие-нибудь плюсы? Да, действительно, это другая штука. Это как бы мы сужаем. То есть если в запросе есть год, мы можем сразу выбрать подмножество данных, которые мы ищем. Ну как бы с телефонной книгой тоже. Еще? Добавлять? А, сейчас, подождите, сейчас по порядку добавлять. Ну с одной стороны, да, мы как бы добавляем просто новую базу. Но я бы вот... Ну да, это не так сложно. Но тут есть прикольные всякие задачи, что нужно гарантировать, вот когда наступает новый год, самая пора горячая, что новая база для следующего года, это уже создано. Что никто не продолбал это. Потому что весь код, он начнет писать в новую базу, которой может не быть. Но, ну да, вы правы. В принципе, мы просто создаем новую базу. Что еще кто-то говорил? В общем, свежее год, тем больше туда запросов идет. На какие-то старые записи. Да. Да, действительно, это один из важных реально факторов, что вот это вот... Вот тут, короче, вот тут жара просто. А вот здесь там снежинка, короче. Вот это, скорее всего, нафиг никому не надо. И вот для этих шардов там может быть мало реплик, потому что туда почти никто не ходит. А вот это вот раздутое до безобразия. Потому что вот туда сыплются все новые данные и читают их. Что-то еще хотели добавить? Окей. Вот. Ну, я рад, что вы чувствуете, понимаете так. Ну, и как разбивать юзера по этим шардам? Ну, типично это какой-то хэш там... Ну, не юзера, это я просто, социальная сеть головного мозга. Какой-то хэш от айдишника данных, либо у вас в самом айдишнике есть сегмент. То есть, когда вы создаете какую-то сущность, вы выбираете ключ из одного из диапазонов. Вы заранее знаете, что это будет жить здесь. Вот, типа там, это какие-нибудь автотовары, это пойдет в автошард. А вот это пойдет, это недвижимость, он пойдет в шард недвижимость. Ну, вот это деление на самом деле тоже означает, что тут особо не поджойнишь ничего. Потому что теперь у вас куски данных раскиданы по разным машинам. Про отказоустойчивость. Ну, я пытался передать вам ощущение, что все постоянно ломается. Ну, диски я говорил, сколько мы меняем. Ну, про диски, кстати, есть прикольная статья от Гугла, она старая, но они там подошли вот вообще просто основательно так научно к разбору того, что ломается в дисках, когда и как оно ломается. То есть, там есть типа графики, что там повышение температуры на один градус повышает просто катастрофическую вероятность отказа дисков. Ну, диски там, они ломаются обычно после выключения. То есть, пока сервак работает и диск крутится, он, скорее всего, будет жить. Как только вы тачку выключили, не факт, что она включится. И реально, ну, только когда выключается стойка и начинают включать машины, выясняется, какие из них сломаны. Ну, в Яндексе это тоже сплошь и рядом было. На удивление, ну, кажется, что ломается обычно память, но ломается все. Сетевые контроллеры. Была история, когда, ну, реально потратили несколько дней на разбирательство. Заключалось в том, что там сетевой контроль, ну, то есть, там реально аппаратная сетевая карта стоит, в которой там оптика воткнута. И вот эта сетевая карта, она выбрасывала каждый учетный пакет в одну сторону. И это было прикольно, потому что ты пингуешь машину, она вроде пингуется, но какие-то не все пакеты доходят, что-то иногда ретрансмиты не работают. И вот пока не нашли реально баг в прошивке вот этой карты, было непонятно, что за фигня происходит. Вот у вас, когда просто линк не работает, понятно. Когда у вас, в принципе, пинги не проходят или телонет не работает, то есть пакеты не доходят, понятно. А вот когда у вас какая-то доля пакетов стабильно не доходит, ну, начинают подозревать там чуваков, которые прокладывали сеть или еще что-то, или в коммутаторе может дело, но дело было не в коммутаторе. Ну и на самом деле может показаться смешным, есть баги в процессорах, но это уже не смешно, на самом деле, после последних новостей. Но один из эпичных случаев старых, это, по-моему, баг в блоке деления третьего пня, который там стоил что-то миллиард долларов Intel, потому что под замену пошла куча процессоров, которые уже выпустили. Ну и там каждому процессору выходят некие, так называемые, раты. Это такой гигантский справочник того, какие инструкции запрещены или их нельзя делать, потому что это там крэшнет все. Ну и их как бы читают только разработчики компиляторов, потому что они имитят машинный код, и там написано, какие последние инструкции не надо делать, и на что делить не надо. И там компиляторы могут, а, на 43 делить нельзя, поэтому я тут буду делить, короче, медленно. И вы дезинфлируете код и видите, что для какого-то случая там вот такая штука вставлена. Короче, баги везде, несмотря на то, что это отлито в железе. Ну, как бороться с отказами? Резервировать. Что резервировать? Ну, диски можно рейдом резервировать. Ну, на практике рейд используют все меньше. Если у вас есть много машин, гораздо проще данные раскидать по разным машинам, чем две копии пихать в одну машину, потому что, ну, диски выходят из строя чаще, но если выйдет из строя эта машина, она, данные останутся, ну, станут недоступны. Потому что обе копии были внутри нее. Ну, сейчас прямо какая-то новая пора интереса к корректирующим кодам. Ну, серверная память, она с контролем четности давно уже, но снова возник интерес к кодам восстановления ошибок. Я думаю, это в теории информации или теории кодирования вам расскажут в институте. Короче, есть коды Рида Соломона, которые позволяют, ну, это целый класс корректирующих кодов, это просто самый типичный популярный пример. Они позволяют добавить немножко избыточности к вашим данным, к вашим данным. То есть у вас были, было какое-то слово данных, ну, не знаю, там, 64 бита, 100 бит, не знаю, килобайт. А вы к нему добавляете в конце ну, не контрольную сумму, а вот немножечко так, не знаю, 30% специальных хитрых данных, которые позволяют исправить каких-нибудь n ошибок в разных битах в этом блоке. Любых. То есть вот эта штука на себя восстановит. Если там не больше n битов поменяли значение. Ну, там нормальная математика под этим стоит, ничего сложного там нет и очень интересно. Короче, это начали активно использовать в гигантских сториджах, потому что эти коды позволяют хранить не две копии данных, как в рейде, ну, или обычно раньше хранили три копии данных в разных локациях. С кодами Рида Соломона можно хранить, например, 2 и 1 копию данных. И при этом выдерживаете выпадение любого диска отсюда. Ну, это практикуется. На самом деле у нас будет доклад про это, ну, лекция будет про One Cold Storage одноклассниковский, там у разработчика расскажет вам все. Вот, ну и резервирование имеет смысл делать гео, потому что у нас есть всякие цунами, тайфуны, иногда там питание пропадает во всем регионе, поэтому даже об этом думают и там сервисы в Америке, они всегда имеют реплики на двух побережьях, чтобы пережить там какую-нибудь катастрофу на одном из побережьев. Ну, а любой гигантский сервис, там типа Facebook, Яндекс, он имеет кучу просто точек присутствия во всяких регионах, чтобы быть и ближе к пользователям, и подальше держать их друг от друга, чтобы одна не заэффектила другую. Ну, что там у нас? Да. В связи с появлением гигантских сервисов стало понятно, что монолитно делать это невозможно, потому что в этих сервисах просто куча фич, над ними работают тысячи людей, поэтому возникла концепция микросервисов. Ну, она вообще была очень давно. Так, ну микросервисы все слышали, да? Нет? Так, окей, есть, ага, есть такие люди, да. Концепция, не знаю, с 90-х годов, наверное, существовала, но как все у нас бывает, в 2014 году вообще горячая тема стала, там тренинги, конференции, там все, все круто. Ну, суть заключается в том, в чем, что мы всю нашу функциональность делим на несвязанные куски, за каждый кусок отвечает свой сервис, это отдельный процесс, точнее, целый кластер этих процессов, он предоставляет всем остальным участникам какой-то API, через который с ним можно работать, и система – это набор таких микросервисов. Все микросервисы, они знают, что общаются с другими по сети, поэтому они сразу по дефолту учатся и нормально обрабатывают ошибки, потому что там могут не ответить, пакет потеряться, еще что-то произошло. Но на практике это приводит к тому, что у нас есть куча микросервисов, есть классная картинка от Netflix, я уже третий год забываю вставить. И, короче, вот это все превращается в звезду смерти. Тут все связано, вот у них такая есть картинка клевая, где показывается, насколько часто общаются какие-то сервисы. вот, короче, вот наша система выглядит как такой трэш. Ну и никаких распределенных транзакций здесь быть не может, потому что по сети это невозможно, поэтому наоборот набирает термин eventual consistency, который заключается, смысл заключается в том, что когда в нашей системе меняются какие-то данные, пользователь может видеть какие-то неконсистентности. Там, не знаю, в корзину там товар два раза добавился или еще что-то. Но если систему оставить в покое, все придет в нормальное состояние, рано или поздно. Про eventual consistency, я думаю, мы поговорим еще позже. Ну, в связи с микросервисами, ну, если вы будете читать, ну, я надеюсь, вы будете читать, разбираться и в этой области развиваться и работать, вам попадутся всякие термины типа там polyglot persistence. Смысл заключается в том, что у каждого микросервиса может быть и скорее всего будет совершенно своя база, которая идеально подходит именно для его задач и не подходит другим задачам. То есть, это какой-то гео, там штука, это мессенджинг, здесь какие-то счетчики лайков, не знаю, чего еще, где-то там логи хранятся, где-то еще что-то. Может встретиться аббревиатура CQRS, это command query responsibility segregation, но смысл заключается в том, что поскольку распределенных транзакций у нас нет, поэтому мы в другие сервисы отправляем команды на то, что мы хотим что-то сделать. То есть, я собираюсь поменять такое поле на такое значение, потом отдельным запросом, ну, ладно, про это, я думаю, отдельная лекция будет. Да, будет. И про CRDT. Короче, да, про это будет, я забыл. Ну, общаются микросервисы между собой либо через HTTP REST, но это становится все менее популярно сейчас, хотя было очень популярно, либо через RPC, но самые популярные RPC это GRPC от Google, и эти сервисы общаются, ну, они не коммуницируют через какую-то общую базу, у каждого микросервиса своя база, поэтому единственный способ им общаться между собой это отправлять друг к другу сообщения. То есть, когда-то был такой забытый довольно, ну, подзабытый подход построения систем, которые друг с другом могут общаться только сообщениями, сейчас это снова набирает популярность. Ну, и плюс микросервисов еще заключается в том, что вот это вот все можно писать на разных языках отдельными командами, каждая команда сама решает, как ее разрабатывать, Agile, Waterfall, как угодно, короче, использует свойства к технологии, она предоставляет остальным сервисам интерфейс, который понятен, с которым может работать любой язык по сети. Ну, и такие системы, они гораздо лучше скейлятся. Есть у вас какие-то разработчики на Хаскеле, которые знают крутую штуку, вот они пишут, сидят эту штуку. Наружу торчит HTTP сервис, который не отсвечивает вообще, как он внутри устроен и на чем работает. Ну и, соответственно, вот эти сервисы, их можно независимо развивать и деплоить. Есть стабильная штука, там, что-нибудь про лайки, в которой изменения раз в год, вот мы ее не трогаем, ничего не происходит. А вот здесь какая-то кипит работа с мессенджингом, мы все время выкатываем новые штуки, у нас там каждый день релиз, но остальные части мы не трогаем, ничего не ломаем. Ну и тут, конечно, пришли контейнеры. Короче, докеры всякие, все такое, потому что всем этим флотом микросервисов надо как-то управлять, нужно, чтобы они друг другу не мешали, поэтому нужно их как-то изолировать, поэтому появились способы контейнеризации и изоляции друг от друга. Про контейнеры мы поговорим в следующем семестре. Вот, про веб-скейл примерно состояние, надеюсь, вы поняли, так просто по верхам. Причем здесь новый сиквел. Ссылочка есть даже. Релизационные базы, они были на тот момент не готовы к масштабированию, которое требовалось в реально распределенных веб-сервисах. То есть, ну, современный там популярный веб-сервис, он всю планету покрывает. Релизационные базы не работают в таких условиях. Вы можете там в рамках одной локации делать транзакции или еще что-то, но просто поднять табличку поверх всей планеты вы не можете. У вас транзакции будут длиться секунды, наверное. И ретроиться еще все время, потому что по пути все время будет какой-то пакет потерялся, что-то отвалилось, еще что-то. объемы данных, они просто не влезали в релизационные базы. Первые NoSQL сториджи появились из-за того, они начали решать проблему того, что релизационные хранилища просто не могли выдержать такой поток данных на вставку. Та же Cassandra, она, условно говоря, может писать со скоростью диска. Релизационные базы не могут так, потому что они делают все транзакционно, каждая запись в рамках транзакции, это значит, она пишется отдельно, потом, ну, разные подходы есть, либо multiversion concurrency control, либо еще что-то, это либо блокировки на какие-то строки, куда мы пишем, либо мы пишем новую копию, потом ее как бы коммитим, считаем более важной, старой надо вычищать, ну, это не скорость диска. Ну, в таких сервисах потребовалось реализовывать специализированные запросы. Ну, типа, не знаю, дай мне 100 последних сообщений в этом чатике. С точки зрения релизационной базы это обращение к индексу, ну, не такое страшное. я думаю, мы поговорим про специализированные запросы отдельно еще. Да. Ну, релизационная схема, она для гигантских сервисов, которые активно развиваются, куча команд над ними трудятся, казалось, слишком ограничивающей, потому что, ну, есть, например, статья про эволюцию Яндекс.Метрики, и там, у меня будет ссылка в конце, там ребята описывают, как, ну, собственно, как она развивалась, как они меняли сторожи, почему они на каждом этапе выбирали там тот или иной сторож, ну, и у них когда-то было что-то релизационное, так, побоюсь соврать, мускуль, может быть. Короче, они поняли, что надо что-то менять, когда у них очередной альтер, он там длился всю ночь и к утру не закончился, ну, то есть он завершился ошибкой. То есть они просто в табличке хотели поменять тип поля, ну, а там был терабайт данных. Ну, собственно, да, планетарный масштаб. То есть нам нужно, чтобы в каждой, в каждой точке планеты, если есть рядом какая-то локация, в которой есть наши серваки и данные отдавали из этой локации. Ну, вот это очень круто описано в книжке The Practice of Cloud System Administration. Она, правда, в платном доступе. Ну, то есть ее покупать надо. Может быть, эту главу можно найти. Но у NoSQL это нифига не решение всех проблем, у него есть недостатки. Обычно NoSQL база не заточена под определенную задачу. Ну, ее делают хорошо. Но не надо впихивать невпихуемое в нее. Многие из них вообще незрелые. Есть проект по этому сайту. там этот чел, он занимается тем, что бенчмаркет и тестирует разные сторожи ну и доказывает, что они не выполняют своих обещаний, которые в своих материалах пишут. что нифига там транзакции не так работают, не обеспечивается атомарность или консистентность или еще что-то. Но он стал известным, потому что он прошелся по всем популярным сторожам, и он выкладывал в open source все свои тесты. Ну, в итоге все пришло к тому, что его просто начали компании нанимать, чтобы он потестировал их сторожи. либо при очередном релизе они ему платят и просят проверить вообще не добавили или они какие-то ошибки там. то есть это очень взаимовыгодная такая вещь и полезная всем. В общем, там вот ну, ладно, у вас пока кроме монги опыта нет, про монгу там отдельно есть целый набор, можно обратиться. Ну, никаких стандартов классификации общих нет. Ну, это может звучать неважно, но на практике это означает, что вы берете какой-то драйвер к какому-то вашему NoSQL сторожу и фиг вы с него потом куда-то слезете. Или, например, вы потом понимаете, что это неудачный выбор был или есть более какой-то подходящий сторож, но вот тут что-то плохо с какими-то тулзами, которые могут задампить ваши данные или проэкспортировать их. И вы ну, выясняете, что тут придется сейчас сидеть и кодить какие-то трансформаторы данных или еще что-то. Потому что там нет единого языка, там нет единых протоколов, там нет способа, например, ну, теоретически можно из одной реляционной базы все данные дампануть в виде SQL и залить в другую реляционную базу. Ну и в принципе иногда оно работает. Но если не работает, можно там седом пройтись и поправить SQL, где нужно, и залить. Здесь так не будет. И NoSQL базы они всегда подразумевают, что вы детально понимаете, как она внутри работает. Вот вам в подкрыс лезть внутрь не надо. Не придется, то есть. Это круто, если вы понимаете, но не придется лезть. Вот с любым NoSQL нужно реально понимать и быть готовым смотреть код и понять, что происходит в этой системе, когда я там вырубаю какую-то ноду. Там, а что будет, если я добавлю вот эту ноду? А что будет, если у меня такой запрос, лисикой запрос? Ну, иначе вы там, в случае Monge может быть там сейчас дело лучше обстает, но раньше там на любую ошибку буквально вы получали одно слово сокет exception. Больше ничего вообще. Ну и дальше вы сидели и думали так, тут же, наверное, у нас сеть порвалась, могло так, могло. Наверное, тогда она его так сделала, да, наверное. И поэтому вот это, ну да, похоже на то. Ну, то есть, вот вы сидели, смотрели на одно слово и делали из этого выводы. Зная устройство Monge, что там могло пойти не так. Ну и реально до сих пор, то есть, эта пора не прошла, там столько хайпа, вот вы берете любую систему, там, ну, я думаю, у Monge все хорошо, просто у меня запало как-то, мы пытались ее в вертикалих использовать в неудачный период ее жизни, видимо. Но вы открываете там Elasticsearch, все что угодно, там просто мед льется из документации, и страничка просто зашибись, это веб-скейл, бесконечно скейлятся, все работает, саб-миллисекунд, там все время ответа, полностью консистентно все будет, выдерживаем любые отказы, короче, там буш, это просто поле, это все им вообще, там течет отовсюду. Ну, и там маркетологи, они вот профессионально работают, классные сайты, там верстка такая офигенная, но, короче, вы инженеры, вы должны понимать детали. Сразу идете, качаете white paper, либо data sheet, который описывает устройство, читаете его. Ну, и несколько мыслей рандомных. Есть, так, чтобы вас мотивировать, значит, есть, на самом деле, вот там ссылка на strange loop, но видеозаписи этого нет, по-моему, это Стивен Вадлер был, есть такой график, это, это количество задач, инженерных задач в IT, это сложность задач. Ну, вот, на сегодняшний день это выглядит примерно вот так. И вот это вот, вот это вот все, вот это вот все, решается Excel. То есть там можно делать свои сториджи, базы, там какие-нибудь веб-системы, на самом деле Excel это решает. И вот, вот эта граница, она все время отодвигается, с каждым годом, потому что делают новые тулы, там какие-то фреймворки, чтобы там, ну, любой там, домохозяйка, домохозяин могли прийти, там, и все в холодильнике запустить монгу, там, и все будет работать. Там какой-нибудь Skyrim, по-моему, уже на холодильниках работает. Это вообще круто. Вот, вот это все смещается. Вот вы, как бы, вот вы здесь, вы, вот здесь находитесь. Ну, и нужно все время развиваться, и вот, как бы люди, они остаются только здесь, в самых сложных задачах. Вот это все автоматизируется. Сейчас люто бешено. Так, это мотивация номер раз. Есть вторая дихотомия, это, ну, в России разработчики дешевле, чем по всему миру. Ну, это так, относительно. То есть, на Западе отношение другое. Проще купить систему, ее использовать. Пусть она будет не самые эффективные, но она будет гибкой, ее можно под свой бизнес поднастроить как-то, или под свои требования. Вот это всегда практически дешевле. Только начиная с какого-то адского масштаба, компании что-то пишут свое. То есть, очень мало компаний, даже среднего размера, выпускают какие-то, ну, разрабатывают целиком свои продукты. и все, чем мы пользуемся, оно вышло из гигантских компаний, в которых есть бюджет, и там инженеры, экспертиза это делать. К чему это? Да. В общем, ну, почему компании вообще начинают это делать? Потому что, ну, с определенного момента они понимают, что вот эта система, которую они используют, она хоть и гибкая, но для них уже экономически оправданно становится что-то разработать свое, более эффективное, которое больше выжимает из железа. И они сэкономят на железе. Но за счет того, что там будет не тысяча серверов, а десять, а типичный сервак там стоит 3-5 тысяч долларов, они сэкономят круглую сумму. Но они будут год фигачить, там 10 человек, си-плюс-плюсников будут писать какую-то штуку, которая будет работать не на тысячи серверов, а на десяти. Это, на самом деле, подход, ну, либо в России он практикуется, либо в гигантских компаниях, там, типа Google, Facebook или кого-то еще. Да, вот тот доклад про... Ну, то есть, я к чему? Вот мы будем рассматривать всякие вещи, и тут у нас скорости памяти, кэшей, там, всего такого. Это не значит, что любую задачу нужно писать, то есть решать, засучив рукава, так, массивы пошли, поинтеры туда-сюда, сейчас мы будем делать. Ну, начинать всегда имеет смысл с готовой гибкой системы, но, возможно, на каком-то этапе пути вы понимаете, что вот теперь кажется, пора. Или вы уже поняли, реально у вас требования, устаканились, и вы понимаете, ну, теперь я знаю, какой сторож мне нужен, такого нет. Я могу его написать. Вот та статья, которую я упоминал, я, может, что-то собрал, надо вот в первоисточники идти, потому что я давно читал ее. Есть доклад про хранение фото в одноклассниках, как мы храним петабайты. У нас там петабайт 30 уже, по-моему. Короче, но вы его не смотрите, потому что мне удалось убедить создателя этой системы прочитать вам лекцию. Поэтому он расскажет все гораздо круче. А это доклад, ну, если кто не сможет, то можно будет там посмотреть. Доклад с Джокером. Мы подходим кей-валю в староджам. Ну, чтобы понять, как простейшие из них можно построить, начнем с коллекции и сложности операций. Так, релиз, да? Гет за сколько работает по индексу? За индексу. Так, окей. Инсерт. Ну, потому что там можно сдвинуть все элементы потом. В любое место. По любому индексу. Да, не append. Да, по индексу. Любой из них по индексу. Да. Ну, в конец, конечно... В среднем, Ну, в среднем, да. Ну, за сколько по индексу? По индексу. Да. Ну, append, да, как вы говорите, обычно так, но иногда... Да, амортизировано за all-at-1, да. Так, linked list. Так, собрались. Get по индексу. Да. Так, insert по индексу. По индексу. Окей. Ага. Так, append. Аппенд это с конца, Ну, добавить в конец. добавить в конец. Да. Окей. Классная штука. Иногда уже. Я не знаю, вроде чего, она вообще нужна, где? Ааа. Ну, в джае, во-первых, linked list это довольно прикольная коллекция, потому что она имплементит не только collection и list. Она еще имплементит q и linked list позволяет хранить, например, больше двух миллиардов элементов. В релиз нельзя столько положить. Правда, linked list сломается size при этом. Но добавлять можно и удалить. Ну, а пока мы дойдем до миллиарда. Ну, вдруг у тебя так. Ну, линкет лист, ну, он действительно реже используется, но используется. Релиз, да, покомпактнее. Ну, и здесь еще у linked list вот какие вы можете назвать недостатки его как структуры данных? Хранит много. Что? Он нехорошевливый человек отвечает. Никакой? Ну, нельзя просто. Релиз как раз лучше. Да. А вы что говорите? Он говорил, что тяжелый что-то хранит. А, да. Светлый назад. Да, ноды, да. Ну, он двунаправленный, так, если кто не помнит. Да, там, каждый элемент это нода отдельная, который ссылку держит на то, что, собственно, она хранит, плюс ссылки на соседей. И путешествие по linked list это просто дизастр для кэшей процессора, потому что мы прыгаем по памяти вот так. Там каждый раз это префеч, короче, кэш линии следующие, там, виртуальная память еще там работает. Это жесть полная. Но бывает используют. Так, ну, как быстрее нам сделать? Чем? Вот у нас, в принципе, есть, ну, чувствуете, здесь такая какая-то противоположность есть у этих коллекций? И n как-то неприкольно. А как быстрее? Дерево. Хорошо использую. Дерево. Ну, дерево тоже быстрее, да. Ну, хэштейбл еще круче, да. То есть, ну, так, напоминаем, что это просто ассоциативный массив, который отображает ключи в значении. Мы считаем с помощью хэш-функции от ключа индекс в массиве бакетов, то есть у нас просто напоминание. А, там картинка будет. Короче, индекс в массиве бакетов, каждый бакет, это, ну, в популярных реализациях это список элементов, которые в него попадают. Ну, и дальше мы перебираем элементы в этом бакете, уже сравнивая ключи точно. Да? Извлекаем значение. Чувствуете, да? Ну, фиг знает, кто-то что первым придумал. Да. Ну, выглядит это примерно так. То есть, мы отображаем ключ с помощью хэш-функции на какой-то бакет и туда добавляем значение наше. Ну, в случае телефонной книги у нас каждый бакет один элемент содержит. На самом деле, это даже не совсем хэштейбл. Ну, не типичный хэштейбл. Что если у нас происходит коллизия, то что-то надо придумывать. Ну, в хэштейбле у нас все круто. Что вот такой странный вопрос. Раз так все круто, почему везде хэштейбл не использовать? А в коллизии нет порядка? И в расширяющем периодически. И что он? В расширяющем периодически. Да, надо. Но вот там в изделии, где используется array list и linked list, можно использовать хэштейбл. Порядок иногда важен. Да, да. Ну, тут надо понимать, да, просто так, чтобы прояснить, если кто забыл. Тут порядка нет. То есть, есть там джавовый линк хэш-мэп, но по сути, это скрестили, и там прячется еще список. Ну, подводные камни, вы правильно уже начали говорить. Во-первых, выбор функции кэширования, это не всегда тривиальная штука. Нужно что-то делать с коллизиями, потому что у нас не нулевая вероятность того, что два разных ключа выдадут, мы получим один и тот же хэш для них. Что делать в случае коллизии? Ну, типичный пример, это мы, собственно, в каждом бакете храним список элементов, да, ну, и огребаем со всем, что я говорил про кэш-промахи и так далее, потому что мы дальше, когда попали в бакет, начинаем перебирать, мы прыгаем по памяти. То есть это здесь так нарисовано и во всех учебниках. На самом деле это вот так вот. Вот так вот. А вот это ваша память. Ну, а проц, когда читает данные из памяти, вот он вот так вот читает, вот этот блок. Он думает, вы как бы дальше заходите, вдруг уже у вас рейлист, скорее всего. Потом сюда прыгаем, вот это прочитаем. Все это в кэш пойдет и вытеснит что-то. На самом деле здесь еще подсистема виртуальной памяти, потому что вот это страничка виртуальной памяти. И там таблички есть, которые поддерживают маппинг виртуальных адресов физически. Там, ну, это очень плохо. Но, тем не менее, так делают. Ну и, а как еще можно делать? Тут подсказка еще. Да. Есть вторая схема, она называется open addressing, когда мы пытаемся положить сюда, но здесь занято. Так давайте мы выберем другое свободное место. Как бы, есть все разные способы. Можно, например, взять к этому, хэш от этого ключа, еще раз хэш от него посчитать и прыгнуть куда-нибудь. Там, да, занято, еще посчитаем. А можно, например, сюда положить следующее свободное место. Главное, чтобы мы потом ключ этот нашли. Ну, там, тут занято, мы сюда положим. Ну, там всякие интересные нюансы возникают. А как удалять, например, оттуда? И тоже упоминалось, что у хэш-мапов есть нужда в том, чтобы, когда наполняется наша структура данных, периодически вот это нужно ресайзить и рехэшить все. То есть мы поняли, что у нас почти все баки-то заполнены, нам нужно перевыделить этот массив. А так мы сделать не можем, мы можем только новый создать рядом, и в него надо перекопировать, но мы не можем просто перекопировать, можно перехэшировать все ключи. Это, в общем, недешево может быть. Ну, вы можете выделить сразу, но если вы знаете, сколько будет элементов там. А если вы просто всегда будете выделять много, то у вас там два элемента лежит, а вы там мегабайт выделили. Ну, у вас таких хэш-мап немного будет. Ну, немного влезет. Пустых. И конкурент хэш-мап это просто сказка. Там это отдельный пласт интересных задач, решений, как там ресайдить и рехэшить, когда в эту хэш-мапу продолжают долбить. Ну, вы же не хотите в нормальном режиме сказать всем клиентам подожди. У меня был гигабайт, теперь у меня два гигабайта. Сейчас я буду рехэшить. Ну, собственно, реально читабельный код, ну, такой местами страшный, ну, там прямо... Сейчас. Там если вы в комментариях, вот если реально полезете читать этот код, и там будете в комментариях видеть какие-нибудь упоминания вот это вот, там они иногда и что-нибудь там такое, просто в джавадоке написано. А после этого какие-то, какой-то битовый ад происходит. Вот, это называется книжка Hackers Delight, там куча... Это сборник, вот для тех, кто любит классные задачки, там, короче, это сборник суперэффективных реализаций всяких арифметических операций. Там как, не знаю, поделить на 13, не используя никаких дорогих операций деления умножить. Ну, я не знаю. И там гораздо более прикольные штуки. Вот в джаве много кода оттуда взятого. Ну, Concurrent HashMap, он сильно поменялся в 8-й джаве, по-моему. Но код можно почитать и понять, как все работает внутри. Вообще стоит почитать, потому что это прямо самая популярная коллекция в Concurrent приложениях. Ну, есть куча всяких ссылок про open addressing на вики и воспользуясь случаем, нельзя не порекомендовать книжку Криса Акасаки Purely Functional Data Structures. Она как бы про то, как строить неизменяемые структуры данных, точнее, функциональные структуры данных. И вот эти структуры данных, они сейчас все больше популярностью пользуются в параллельных приложениях. Потому что раньше думали, что это типа дорого, лучше все делать мутабельно, а потом поняли, блин, что-то Concurrent штуки мутабельные писать сложно очень. Давайте-ка попробуем по-простому. Ну, вообще, он работал, кстати, над JVM, по-моему, или языком Java, или над generic, над generic, по-моему. То есть, в языке, он приложил там руку к generic в Java. Но книжка офигенная просто. Вот. Так, мы вспомнили, значит, коллекции наши, про хешмапу поговорили. Ну, хешмапы применяются в кэшах. Ну, самый такой просто юзкий популярный. Ну, особенно Concurrent хешмапы. А кэши, они, как они возникают? Ну, давайте быстро пробежимся. В общем, как у нас устроены современные веб-приложения? Ну, большинство из них, не все так. Как они взаимодействуют с хранилищами? Какие у них есть проблемы? И как их решают? То есть, это типичное приложение веб-сервис. Есть юзер, он работает с браузером, браузер ходит через веб на какой-то сервер, сервер общается с базой данных. Так. Ну, нафига тут сервер? Ну, зачем сервер? Так. Нет, вы не стесняетесь. Вычисления. Каких? Вот что за вычисления? Да. Множественный доступ. Множественный доступ. Так. Ну, с базой много пользователей работать могут. Ну, да, security всякие. Да, да, тоже. Ну, оптимизация, да. То есть, он может, на самом деле, вот здесь очень много данных с базой может ходить, в итоге, выплюнуть пользователю маленькую страничку. Да, вы прям чувствуете, круто. Собственно, база, общение с базой, это SQL какой-то, браузер хочет красивую верстку, там, шаблонизацию, аяксик, там, чтобы там все мелькало, там все круто было. Кроме того, пользователь присылает кучу данных, и не все пользователи, они хорошие. Там любят присылать, там, какой-нибудь логин, точка запятой, дробь датабейс, там, всякое такое. Вот это не хочется, чтобы прямо в базу шло. Ну, и должен быть компонент, который все это валидирует и верифицирует, что все находится в нужных диапазонах, что там нет булшета, там, нет слишком больших массивов такого. Ну, и это дает определенную гибкость, потому что мы можем поменять все, что находится за сервером, и никто этого не заметит. Если мы поняли, что больше денег на Oracle нет, переезжаем, и для пользователей ничего не заметит абсолютно. Либо вот, наконец, накопили денег на Oracle, переезжаем, ничего не заметит. Ну, может, быстрее станет, не знаю, и цены на сайте вырастут. Вот. Ну, как бы, все работает, в принципе, все довольны, диплом, там все круто, нагрузка растет, и что мы делаем? Вот нагрузка, больше пользователей, они своими браузерами фигачат. Мы делаем несколько серверов, так. Ну, здесь мы исходим с того, что на самом деле вычислительное, мы уперлись в ресурсы одного сервера. Ну, и мы как-то умеем раскидывать запросы пользователей, либо соединение пользователей между этими серверами, и у нас все норм. Ну, вот по этому пути примерно все стартапы идут. Но нагрузка растет еще больше. Что мы делаем? Мы уже умеем масштабировать наши сервера и добавлять новые, но у нас нагрузка растет на базу, потому что она одна. Поэтому мы пытаемся снять нагрузку с базы, добавив каждому серверу кэшек. Так, кто не знает, что такое кэш? Вот здесь. Не стесняюсь здесь. Что делает кэшек здесь? Он хранит, по возможности ответы на популярные запросы в базу. Чтобы в базу не ходить, просто брать значения из кэша. Так? То есть, по сути, это в памяти, это на самом деле база данных, которая живет в памяти. Это обычный concurrent хэштейбл. Java так и называется. Concurrent хэшмап. Ну, со своими особенностями. Обработка запроса с кэшом выглядит примерно так. Ну, тут код на скале для компактности просто. На Java не влезает. То есть, нам приходит реквест, нам нужно отдать респонс. Мы с каким-то таймаутом, у нас какой-то есть таймаут. Мы идем в кэш и по нашему реквесту пытаемся получить респонс. Если нам вернули респонс, мы его и возвращаем. То есть, у нас посчитанный респонс, считайте, что, не знаю, HTML. Мы его один раз уже построили для этого запроса и отдаем. Если такой же запрос придет, мы такой же HTML готовый отдадим. Вот, если в кэше нет респонса, то мы его строим по реквесту, но при этом мы ходим там в сторож, там еще что-то, шаблонизируем. Мы кладем построенный респонс в кэш, используем в качестве ключа реквест и, ну, возвращаем респонс с юзером. У кого есть вопросы? Куда? Окей. Ну, давайте посмотрим, что здесь хорошо, что здесь плохо. Так, что здесь хорошо? Ну, это я могу сам рассказать. Значит, снизили нагрузку. То есть мы, если у нас в кэше нашелся ответ, мы вообще ничего не делаем. Мы ни в базу не ходим, ни ЦПУ не жрем, ничего. Только если кэш у нас достаточного размера, чтобы кэш-хит был нормальный. Если у нас все запросы уникальны, от кэша толку нет. Вообще. Ну, какие недостатки? Ну, давайте теперь вы. Ну, есть инвалидация. Так, так, молодцы. Так, Инвалидация. Так, да, есть такое, да. Если сервер умрет, как он умрет. Умрет, да, ну, и как бы и в этот сервер же не ходят, юзер ничего не заметит. Балансер увидит, что сервер мертв и не будет туда посылать запрос. Вот сервер, если поднимется, то кэш будет пустой. Это проблема. Да. Ну, то есть нужно вот какой-то прогрев там делать или его сохранять, как-то еще что-то. Все правильно, да. Но я бы еще добавил то, что у нас в такой схеме у каждого кэша они одинаковые все. Вот, может, вы не обратили внимание на это, но вот в такой схеме у каждого сервера свой кэш. Если запросы раскидываются равномерно между ними, то по сути они одинаковые все. То есть у нас есть здесь три одинаковых кэша. Было бы круто иметь один кэш, но в три раза больше в объеме, потому что кэш-хит был бы выше. Ну, так ведь? Это означает, что каждый сервер он считает как бы лишнее. У него в его личном кэше нет значения по этому ключу, поэтому он считает это значение на цепу и кладет свой личный кэш. Хотя, возможно, у всех соседей уже все есть. Ну, и размер кэша каждого ограниченный, потому что он в этой машине стоит. Собственно, как правильно упоминали, при апгрейде системы мы выкладываем, новую версию, либо мы там ядро обновили и машину перезапустили, мы кэш потеряли. Нельзя высовываться к пользователям, пока мы этот кэш не прогреем, потому что все запросы, они про... Когда у нас кэш пустой, все запросы пойдут в базу. Ну, ей это не понравится. Не знаю, кто-нибудь был в сентябре на техтрейне? Фестиваль такой есть в Питере, джававский. Никто не был? Просто интересно. Окей. Там, по-моему, на техтрейне был доклад от одноклассников про то, как несколько лет назад мы лежали три дня, потому что не могли подняться за пустыми кэшами. Потому что базы они не выдерживали нагрузки, все юзеры фигачили, впячили там. они с пустым кэшом мы поднимали, сразу складывалась база. Поэтому поднимались потихонечку и юзеров заводили там куда-нибудь в DevNal просто, чтобы на небольшом трафике прогреть кэши. Короче, это невыдуманная проблема. В интернете можно, ну, то есть, можно найти кучу статей крупных компаний, которые вот через этот этап прошли, и каждая компания через это проходит. Ну, кроме того, нужны политики инвалидации, да, как правильно говорили. То есть, возможно, там в базе что-то поменялось, и вообще-то, если бы мы сейчас перестроили ответ на запрос, мы бы получили другой ответ. Но мы берем все время старое значение из кэша. А там какие-то котировки старые, или цены какие-то старые, или еще что-то, ну, неприятное. Ну, кроме того, мы не можем в кэш все время класть, в тот же concurrent хэшмап, он, ну, нужно что-то делать, чтобы старые записи выталкивались. В concurrent хэшмапе такой функциональности нет. То есть, мы не можем вечно класть какой-то кэш, потому что у нас просто память кончится. Поэтому нужно как-то вытеснять данные, к которым давно не обращались, и так далее. Это классная задача на собеседовании обычно. Вот, ну и, да, кэш нужно прогревать. Ну, собственно, что приходит в голову, давайте сделаем распределенный кэш, тут баска данных уже где-то спряталась. Ну, короче, идея в том, что мы делаем отдельный кластер кэшей, вот, они тут стоят, он как бы общий, и все сервера ходят, ну, имеют доступ ко всем нодам кэшей. То есть, мы данные кэша размазываем между кучей машин. Их емкость суммируется. Так? Ну, хочется такого. Там, у нас кэш станет большой, мы считать все будем ровно один раз, и все будет круто. Почти. Значит, ну, как можно сделать? Значит, мы берем, делаем, предположим, у нас в кластере кэшей две машины, кэш 0.1 окру и кэш 0.2 окру. Мы умеем по ключу с помощью функции lookup выбирать одну из этих машин, которая отвечает за ключ. Мы берем, считаем, хэш от ключа и по модулю от количества серверов. Нормально же? Вот. И тогда получить значение из кэша это значит обратиться к нужному серверу. Мы берем, считаем, определяем сервер по ключу и делаем удаленный вызов get по сети. Ну, от этой ноды. Ну, put аналогично, да? Так, все хорошо тут? Что здесь плохо? Так. Ну, достоинство, подождите, начнем, всегда надо с достоинства начинать. Считаем все примерно один раз. Действительно, объем у нас больше, кэш-хит, ну, скорее всего, выше. Ну, ну, соответственно, да, кэш-хит. Недостатки. Что вот плохо там? Тут вот чуть сложнее надо представить все. Давайте. Получается, что данный кэша размазан на вот такие машины? Да. Кэш-хит. Кэш-хит. Да. Окей, а если у нас одна машина будет? Ну, очень неприятно будет, да. То есть, все запросы, которые попадают на эту машину, будут возвращать пустоту, ну, ошибку или пустоту. Это иначе не приинтерпретировать. Ну, и эта часть запросов рухнет в базу, соответственно. А как ты тогда прокрессируешь про бэкапить кэш? Про бэкапить кэш? Ну, типа сторож сделать? Окей. Ну, кэш куда-то сбрасывать. Ну, это один из вариантов решения. Ну, здесь даже вот правильно, более, худшую ситуацию описали. Если мы, например, этот кэш будем дампить куда-то на его диск, и эту машину потеряем, мы все равно кэш потеряли. А хуже еще то, что... Да, давайте разберемся. Давайте по порядку. Сейчас мы придем к этому. Короче, при апгрейде системы у нас целый комплекс интересных проблем. Например, мы хотим поменять функцию хэширования. Сейчас мы по модулю делим. Ну, что-то тут нереально вообще, без очистки всего кэша, потому что все начнут ходить в другие ноды. Если мы рестартим кэши, они поднимутся пустые. Мы уже это обсудили. Также нужны политики протухания и вытеснения. То есть мы не решили эту проблему. Мы даже ее не рассматривали. Причем такие распределенные какие-то. Ну и кэш нужно прогревать, потому что, ну, если мы там ядра, например, обновили, эти машины рестартовали, опять пустые. Поднялись. Короче, впрочем, так делают. И часто вот в этом контексте используют такую штуку, как MeamCash. Кто-нибудь юзал ее или слышал? Так, окей. Да, есть несколько человек. Разработал ее Брайан Фитцпатрик в LiveJournal еще в 2002 году. Тогда это был один из самых таких нагруженных, может, в топ-10 по нагрузке во всем вебе мировом. Вот. Ну, используется он вообще везде. Во все облака входит, то есть, его можно там кнопочкой поднять. И, по сути, это такой in-memory key-value storage, в котором ключ – это просто строка, строка byte, либо текстовая строка. Он весь внутри адский, многопоточный, асинхронный. В нем реализованы политики вытеснения протухания, то есть, это все настраивается. Он умеет выпихивать записи, к которым давно не обращались. И у него тупейший просто текстовый бинарный протокол. Это просто сделано для людей. Поэтому многие сториджи, они даже имплементят протокол memcache, потому что для него есть куча реализаций клиентов. Ну, и вы просто берете любую библиотеку для memcache, можете работать с другим сториджем key-value, потому что у него такой же стокол. Но внутри он нифига не in-memory, нифига не так устроен. Короче, суперпопулярный продукт. Бесплатный open-source. На оси написано. Вот я упомянул проблему изменения функции хеширования, а здесь есть гораздо более прикольная проблема. А вот мы решили, что у нас хватило денег, давайте больше добавим кэшей. У нас там было 2, теперь будет 16. Но все не так просто, потому что у нас на каждом клиенте, то есть в каждом сервере, есть список машин. И количество серверов, оно участвует в хеш-функции. Мы не можем отмапить данные тех двух машин на 16 новых машин. Если мы просто заменим список из двух машин на список из 16 машин, мы потеряем все данные. Ну, что можно делать? Так, это вот уже вопрос прямо на 5 баллов. У нас было раньше 2 машины, мы из них выбирали по модулю, круто было. Теперь хотим, чтобы было 16. Ну, давайте круче, ладно, на одну машину наскребли денег, 3 хотим. Что? Потому что мы иначе начнем выбирать машины. Это значит, что на одной ноде данные есть, ну, куда мы ходили по-старому, а мы теперь обращаемся ко второй ноде, или к третьей, а там данных нет. Ну, понимаете, да? Так. Ну, можно какие-то напедалить штуки, которые типа мигрировать кэш пытаются, но для этого у кэша должна быть возможность проитерироваться по его значениям, например. Вообще такое мало у кого есть. То есть, типа, пройтись по всему, что лежит в кэшу и это распихать по другим машинам, например, с помощью новой хэш-функции. Можно пытаться, например, ну, на время миграции использовать две функции. Пытаться искать старым кэше, если нашли значение, то брать его, сохранять в новый кэш, а потом возвращать пользователю. Ну, обычно код миграции, он так и выглядит, но есть более крутые решения. Ну, первое такое, на самом деле, странно, что никто не сказал, но можно поставить перед всеми мем-кэшами сервис прокси, который, на самом деле, знает про топологию внутри, и клиенты все общаются именно с ним. Они внутри себя не знают ни про какие сервера, ни про то, сколько их. они просто говорят ему, давай по этому ключу, если у тебя есть что-то. Тогда мы можем менять количество серверов только в нем и делать вот эту миграцию или еще что-то. Вот, ну, на клиентах ничего делать не нужно и апгрейдить их. Ну, и второе решение, более такое индустриальное, это консистентное хэширование. Кто-нибудь сталкивался с консистентным хэшированием? Так, окей. Так, ну, про сервис прокси, как он вообще выглядит? Он слушает клиентский порт, в идеале вообще тот же протокол мем кэша обрабатывает. Ну, хэширует ключ, который получил и проксирует запрос на нужную ноду. Ну, понятно, как бы, он знает про все ноды кэшей, держит ко всем соединениям, просто перенаправляет запрос туда, куда нужно. Ну, что плохо в таком подходе? В принципе, довольно гибко, кажется. Да. Ну, помимо того, что это плюс один сетевой хоп, и весь трафик через него идет, который там не детским может быть довольно, это единая точка отказа. Когда он рухнет, вашего кэша больше нет. Ну, консистент хэшинг это совершенно другой подход. Значит, в чем заключается идея? Это просто, это прямо такой краеугольный камень распределенных систем и куча, что на этом работает. На это простейшая идея, что нам нужно такое хэширование, при котором сейчас переверну, при изменении размера таблицы, а на самом деле вот это, наши сервера, это и есть размер таблицы бакетов. Да. У нас переедет только маленькая часть ключей, остальные останутся на том же месте. Чувствуете идею? Ну, чего хочется? то есть у нас была таблица бакетов, здесь были какие-то значения, key value там, и мы хотим добавить ее размеры. И вот при этом мы хотим увеличить ее размер там на долю, то есть у нас было тут ключей ик, слотов вот эти 10 ключей было 2, слотов было n. И переедет у нас только маленькая доля этих ключей, часть из них переедет. Как это сделать? Что? Найти классные хэш-функции. Ну, короче, это не так просто, это вот не хэш-функция в том понимании, это вот некий алгоритм. Ну, например, реализация может выглядеть так. Давайте мы ключи наши будем отображать на некие слоты, ну, то есть на интервалы. А уже эти интервалы будем распределять между нодами кэшей, которые их обслуживают. То есть мы берем, у нас есть вектор, ну, это считайте, что и рейлист интервалов. Мы берем наш ключ, его хэш делим на последнее значение, чтобы загнать его в диапазон от нуля, в данном случае до 399. Так? Мы его поделили. Потом мы ищем интервал, в который попадает этот ключ. Да? То есть у нас есть интервалы и каждый ключ он попадает в какой-то интервал. Например, сюда. Вот сюда. Так. Сделали, да? Такие операции умственные. То есть мы вот здесь первой операции мы загнали хэш ключа в диапазон от нуля до последнего элемента и нашли слот, в который попадает это значение. Если у нас в какой-то диапазон очень много элементов попадает, мы можем раздвинуть эти диапазоны. То есть предположим, что вот сюда очень много ключей попадает. Но сюда мало. Мы можем выбрать новые диапазоны. вот такие какие-нибудь. И у нас вот эти вот все вот здесь мы сдвинули. 200 осталось там, а 300 мы подвинули, видите, немножко правее, ближе к 400, и еще точечку вставили. то есть у нас стало 4 интервала. Ну а за каждый такой интервал отвечает уже сервак. И у нас серверов может быть на самом деле меньше. у нас есть сервер 1 и сервер 2. И, например, вот этот диапазон это сервер 1, а вот эти на сервер 2 были. Когда мы сделали 2, мы вот этот диапазон засадим на сервер 1. Ну и выровняем нагрузку так, потому что здесь было сервер 2 плохо явно, потому что он отвечал за тяжелый диапазон. Мы его порезали и переназначили. И вот эта часть ключей переехала. Больше ничего не переехало. То есть вот это те точки, которые реально с машины S2 переехали на машину S1. Короче, как это выглядит в реальном мире? Это картинка из RAEK база данных такая есть на Ирланге. Короче, ну диапазон это значит, мы возьмем вектор 160 бит S1 нарежем его на гигантское количество интервальчиков и эти интервальчики распределим между нодами. То есть у нас здесь на схеме 4 ноды это реальные железки и 32 интервала на кольце хеширования. Ну как видим, машинки, то есть цвет отвечает за ноду, которая цвет означает ноду, которая отвечает за интервал. То есть если ключ попадает сюда, хэш от него, мы пойдем на зеленую ноду, на ноду 0. Ну благодаря тому, что таких диапазонов очень много, у нас нагрузка распределена на машины довольно равномерно. Потому что мы на очень большое число разбили наш диапазон ключей. консистентный хэшинг позволяет делать интересную штуку, которую вы упомянули, что машина вышла из строя. И что нам делать? А мы что? Мы не переназначаем, мы здесь можем реплицировать даже наши ключи. То есть наш хэш от ключа попадает вот в эту ноду. Но мы можем положить еще по одной копии на следующие ноды по кольцу. И мы знаем, где их искать, если, когда будем читать значения по этому ключу, эта нода не ответит. Мы знаем, как выглядит кольцо, идем дальше и спрашиваем следующую ноду. Если мы знаем, что при записи писали три реплики, мы можем три реплики опросить. Но кроме этого, при чтении мы можем рандомно сразу с одной из трех спрашивать. Либо со всех трех. Но здесь есть проблема. Собственно, мы вернулись к тому, что когда-то нам захочется перезапустить кластер, потому что там security fix какой-то надо накатить. И у нас все инмемори. Ну, пустой кэш, все легло. Что делать? Либо сохранять где-то, и так делают реально, лог какой-то запросов последних, и после перезапуска пытаются с максимальной, ну, не с максимальной скоростью, пытаются не пускать трафик пользователей еще, то есть юзеры видят даунтайм, для них сайт не отвечает. Но мы этот лог продалбливаем через кэш и через базу, там, в один поток, чтобы база не прилегла, и наполняем быстро-быстро кэш. А после этого запускаем пользователей. Ну, там, когда у нас кэш-хит дойдет, там, до 80% или 90%, возможно, уже можно запускать, хотя кэш еще не до конца наполнен. Ну, либо, наконец, да, действительно, какой-то сторож. То есть, у нас есть наш сторож, который мы прикрываем кэшом, а здесь мы делаем еще один сторож, чтобы кэш, короче, когда мы теряем, сторож, 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 сторож. Ну, и есть готовый сторож. Второй суперпопулярный сторож это Redis. Это примерно то же, что Memcache, только персистентный. Он умеет вести commit-log операции на диске, которые с ним делают, и умеет snapshot писать на диск очень быстро. Собственно, это по рейтингу самый популярный Kibble Storage в мире. Используется везде. Там, GitHub, по-моему, самый такой популярный пользователь. то есть, у них там инсталляция какая-то адская его. И он интересен тем, что он key-value, но у него value это не просто строка или массив байт. Это может быть один из поддерживаемых типов стандартных. Типа список, множество, sorted set или хэш. То есть, value это некая композитная штука. И вы, например, у него есть команда не просто set по ключу, а добавить в конец списка по вот этому ключу. Или потом получить из этого списка три первых элементов. То есть, чтобы не гонять туда-сюда полностью все. Он в памяти может опционально писать снапшоты коммит-логи. Бай-дизайн он однотредовый. Ну, вот так решили сделать разработчики. При этом он поддерживает кучу соединений клиентов, но сам по себе внутри он однотредовый. И на практике что предлагается, что делают люди? Запускают на каждое ядро по одному редису на машине и между ними настраивают репликацию мастер-слейв. Странно звучит, да? То есть, у вас там, не знаю, 56 ядер, у вас, значит, работает один редис, это мастер, и 57 редисов, они слоевы для этого редиса, для мастера, и с него читают изменения, которые происходят. Клиенты внешние всегда пишут в мастер, он на своем порту слушает, а читают с любого из слейвов, они на своих портах слушают. Ну, так из тачки можно выжать, ну, короче, утилизировать 10 гигабит можно. И он также поддерживает протухание и вытеснение, и очень богатые API есть. То есть, там есть транзакции, подписки, там черти что вообще. Вот, круто. с теоретической частью, ну, мы рассмотрели key value, два самых популярных in-memory key value, используемых для кэшей, это memcached и redis. Ну, про key value будет еще. Вообще, у нас есть видео с прошлого года про Кассандру. его, наверное, как эту часть курса мы опубликуем. И просто в этом году мы повторять это не будем, но его желательно посмотреть. Как самый такой представитель колоночных стороджей. Давайте про проект. Значит, за оставшиеся два месяца нам предстоит каждому из вас написать свой офигенный key value storage. в чем не просто key value. Ну, интерфейс у него будет key value, но внутри это, если кто-то читал гугловскую статью про big table, это внутри это sorted table. То есть, у нас есть таблица ключей, ну, логически это выглядит как таблица ключей и значений, только все ключи отсортированы. API доступа к этому сторожу такой, можно по одному значению, по одному ключу вставить значение. Ну, если значение такое существовало, оно перетирается на новое. Ну, если значения по такому ключу не было, то появляется новое значение. на чтение API такое, можно получить итератор и читать с любого ключа дальше. Ну, мы говорим, дай мне записи с такого-то ключа. И мне возвращает итератор, я могу пройти хоть до конца таблицы с нужного места. Ну, если меня интересуют классические k-value get, я одно значение читаю. Так. Ну, заметьте, здесь вот я могу сказать, дай мне итератор для ключа, а на самом деле ключа такого нет. И мне вернут следующее значение в порядке сортировки. Ну, на самом деле все задокументировано, вы можете не записывать, тут пока нужно это осознать. На самом деле есть реализация такой базы данных, и не одна. От гугла есть level db, но она написана на 7, мы все пишем на java, поэтому мы напишем свою супер крутую базу данных. Она кстати, вообще она не inmemory, но на первом этапе inmemory будет. А, ну, да. Вначале мы делаем на первом этапе реализацию в памяти. Может, мы быстро ее сейчас сделаем. На втором этапе мы делаем персистентную реализацию, которая хранит данные на диске надежно, можно выключить процесс или убить его, и у нас все сохранится. И будет ряд бонусных этапов. Значит, что мы используем? Java 11. Можно юзать все, что есть в стандартной библиотеке Java и Go. гуглову. У меня это гугловая библиотека с кучей всяких утилитных методов, коллекций, чего-то еще. Строим это дело на базе подхода logstructured merge 3. Суть его заключается в том, что вот этот нужно обязательно во-первых пойти почитать вики страничку, но мы строим такую сортированную таблицу в памяти, в нее идут все записи, когда она достигает большого размера, мы ее флашим на диск, тоже в сортированном виде. постепенно они у нас копятся, такие странички, не странички, а таблички на диске. Когда мы читаем данные, то мы создаем итератор для каждой из этих таблиц на диске в памяти и мерджим их. То есть пользователь получает итератор, который идет по всем таблицам. Так? Чувствуете, да? то есть у нас вот это старые таблицы нулевого поколения из первого, второго, вот это в памяти еще формируется, но они все отсортированы. Ну, эти таблицы, они у нас как-то копятся, наверное, это не очень круто. Представляете, я беру там и миллион значений постоянно перезаписываю. Первый раз записал, миллион значений здесь. Я их второй раз перезаписал, еще один файл. На самом деле вот здесь уже устаревшие записи, но свежие записи для этих ключей не здесь. и так далее. Ну, в LSM описывается, на самом деле, что с этим делать. Ну, и мы с вами постепенно это все сделаем. Значит, у нас есть организация на GitHub, вы, наверное, уже с ней знакомы, там появился проект 2019 DBLSM. Значит, вы его форкаете к себе, реализуете хранилище, там написаны интерфейсы, которые нужно имплементировать, и фабрика, где нужно возвращать вашу реализацию. Хранилище покрыто тестами, в README описано, что нужно сделать на первом этапе. Ну, то есть там есть внутри тесты. Значит, вы отлаживаете, там, когда тесты все пройдут, можете присылать pull request мастер. Приветствуются всячески расширения тестов, если вы видите, что там прикольный edge case есть, который можно протестировать, он еще не добавлен. Присылайте pull request отдельный, мы ваш тест возьмем на борт. Ну, соответственно, в upstream могут появляться тесты, и вам нужно подмерживать их в мастер свой. Ну, и Travis CI мы настроим сейчас, чтобы он все тестил. Вот, ну, когда все готово, посылайте pull request мастер, вам осайнится один из ревьюеров, он будет писать замечания, вы их исправляете, в конце концов pull request принимается, но мы его не вмерживаем, просто ставим баллы. Вот. Значит, у нас есть три обязательных этапа. Первый, самый простой. Он делается примерно за 10-15 минут. Значит, реально. Вам дается неделя на это. Значит, сделать in-memory реализацию интерфейса сториджа. Второй этап, он реально сильно сложнее. Для него нужно прочитать в Википедии как минимум страничку про LSM, а еще лучше прочитать про LLDB, но в Википедии достаточно. Это реализация хранения на диске. Потому что там нужно аккуратно дампить эти файлы, нужно научиться в них искать. Там, кто еще не освоил, освоит вот вывод в Java, нормально так. Третий этап, он несложный, но самый интересный с алгоритмической точки зрения, там нужно реализовать компакшен вот этих лишних таблиц. то есть должен быть процесс, либо, ну поскольку мы делаем учебный сторидж, должен быть либо отдельный трет, но от вас это не обязательно, не ожидается, либо иногда при очередной вставке вы блокируете по сути клиента и здесь начинаете мержить вот эти таблицы в одну таблицу. то есть ну поскольку каждая таблица сортирована, это стадия мерж из сортировки мерж-сорт и вы в результирующей таблице только оставляете для каждого ключа самую свежую запись, остальные выбрасываете. Ну и здесь просто это в ридме отмечено, но про это забывают. Здесь есть очень интересный момент. В таком стороже нужно хранить удаление. Если кто-то удаляет по ключу, API позволяет удалить по ключу. Это не значит, что нужно про это забыть. Нужно сюда написать K и могилку сюда поставить. И при мерже мы здесь все записи с этим кем старый тоже да. И когда мы здесь читаем, если у нас есть могилка более новая, чем та запись живая, которую мы нашли, это значит, что записи нет на самом деле, потому что ее удалили. Но, тем не менее, третий этап, то есть мы это все проделали несколько раз, он простой. Второй реально сложный. И на второй дается две недели. Но не тяните до последнего, он сильно сложнее. Ну, собственно, каждый этап это 10 баллов. По-моему, Сергей отвесил до 60. там 60. На штат максимум расходят. То есть одну задачу сделать. Вот. Да. Ну и есть список бонусных фич, кому интересно будет покончить или понять, как это работает. Это реальные фичи, которые в реальных сториджах есть. Можно взять одну из бонусных и еще получить баллов. Значит, дальше у нас остается еще пять лекций. Следующая лекция будет про Atomic Broadcast. Рассказывать будет Дима Щетинин. Он работает тоже в Одноклассниках, сейчас работал раньше в Яндексе. Это протоколы консистентности в распределенных системах. Там Paxos, Raft. Короче, как в распределенной системе заставить кучу процессов делать одно и то же синхронно. Это весело. И протоколы там непростые. Значит, следующая лекция будет про разрешение конфликтов в key-value сторожах на примере Вальдеморта в первую очередь. Это популярный сторож от Linkin. Который, короче, там много интересного. Про него расскажет Рома Антиппин, он в команде музыки работает у нас и внедрял Вальдеморта везде. У нас будет лекция следующая про полнотекстовый поиск. Его эту лекцию прочитает Алексей Шевчук, он за поиск в Одноклассниках отвечает, знает все про полнотекст. Наконец, разработчик хранилища блобов, где у нас лежат фотки, музыка, видео, вообще все, расскажет про наше хранилище горячих данных и холодных данных. Ну, он все делал это. И последняя лекция будет тоже Дима Щетинина про очереди сообщения. Это популярный очень механизм организации взаимодействия микросервисов. Ну, там на самом деле будет большая часть про Кавка, как самый популярный такой, самый популярный месседж-кью сейчас. Так, вопросы можно задавать у нас в блоге, там можно писать в Там-Там или в Телеграм или на почту. Ну, в Там-Там вы все в группе есть. Правильно? Ну, да. Ну, короче, одна же.